Всем привет! С вами Вечерние Кости, и сегодня вновь вечером мы играем в настольные ролевые игры. И сегодня мы будем играть во что? В Гурбсу! Мы будем играть в Гурбс по суперупрощенным правилам, которые мы взяли Гурбс Лайт, упростили их еще больше, и сегодня мы, собственно, в это и будем играть. Практически Гурбс Ультралайт. Ультралайт, да, на самом деле, можно и так сказать. Так, наши анонсы, которые у нас есть, собственно, у нас Костикон, который состоится, но состоится немножко позже. Он состоится летом, скорее всего, во второй половине года, лета, прошу прощения, и просто следите за анонсами. Ну, половине года, на самом деле, ты правильно сказал. Да, я тоже правильно. Собственно, у нас есть очень много соцсетей, это Facebook, Instagram, Discord, что у нас еще есть? Twitter. Да, собственно, подписывайтесь на наши социальные сети. Шарите их с вашими друзьями, родителями, бабушками, дедушками, и это, собственно, лучшее, что вы можете сделать. Какие у нас еще есть анонсы? Так, во-первых, от Даши есть сообщение в будущее. Только не говори, типа, Витя, выключай, а просто скажи сообщение в будущее. Хорошо, будущее. Здравствуйте. Сегодня мы находимся в очень темном месте. Первая мировая война меня пугает. Я надеюсь, у вас там в будущем все получше. Поэтому, если вы в будущем, у вас есть компьютер, YouTube, пожалуйста, нажимайте кнопку подписаться, стучите в колокол, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Спасибо. Вот так вот. Витя, запускай наше интро. Витя, запускай наше интро. Витя, запускай наше интро. И снова здравствуйте. Так, прежде чем мы приступим к игре, я бы хотел сказать, что данная игра по мотивам Первой мировой войны, она не несет никаких знаний о том, что было на самом деле. И вся история, которая будет рассказана за этим столом, является выдумкой тех, кто сейчас здесь, собственно, и находится. И у нас на игре будет действовать система доната. За каждую тысячу рублей вы можете помочь нашим воинам, бравым солдатам, которые смогут использовать переброс, собственно, если им понадобится эта помощь. И если наберется 10 тысяч, то они могут встретить кого-то или что-то. Я так понимаю, это будет что-то плохое. Ну, конечно же, нехорошее. И, собственно, я сейчас переключу, мы начнем. Давай. Перенесемся в итальянские Альпы в 1917 год, немножко севернее, южнее города Беллуно, на севере Италии. Италия вступила в войну немного позже, и в какой-то момент у нее все пошло в пух и прах. Они бежали и теряли, чем дальше, тем больше воинов. И в какой-то момент союзники, британцы и французы прислали им помощь. И, собственно, в какой-то момент ты просыпаешься от того, что тебя дергают. Лейтенант! Лейтенант! Ты смотришь на лицо, ты видишь, что это старый Конор, старый ему... Лейтенант! Да, да, сержант, в чем дело? Генерал-майор тебя вызывает. Ты видишь, он весь в грязи. Который час? Он весь в грязи. Сейчас полдень, полдень. Вставай, что-то срочное. Да, да, я сейчас оденусь. Сопроводите меня, да? Да, да. Он одевает свой китель, застегивает пуговицы, одевает ремень. Фуражку одевает. Видите, сержант? Вы движетесь вдоль траншеи. Это длинная, длинный как тоннель без крыши. Наверное, мы все так говорили, траншеи. Обитое деревом. Посреди этой траншеи навалено деревяшки. Просто, чтобы по ним можно было идти, по бокам хлюпает вода постоянно, которая стекает из-за бортов, собственно, этой траншеи. Я аккуратно вступаю, переступаю через, знаешь, боксы от боеприпасов, через огромные гильзы артиллерийские, которые здесь валяются. Шагаю, пытаюсь, поспеваю за сержантом. Да, да, да. По пути дальше, знаешь, привожу в порядок свою униформу, которая потрепанная вся в грязи. Поправляю фуражку. Сержант, сегодня обстрелил, обстрелы были? Да, да, постоянно. Ты же слышишь, ты слышишь, как в нескольких километрах постоянно разрываются патроны. И каждый раз такое чувство, будто этот патрон сейчас может прилететь прямиком вот возле тебя. Я каждый раз пригибаюсь, когда я останавливаюсь, продолжаю идти дальше. Вы движетесь через эту траншею метров пятьдесят, сто. В какой-то момент вы заходите в небольшое углубление. Как оно называется, я забыл. Блиндаж. Блиндаж. Ты слышишь, как двое мужчин разговаривают внутри. Ты слышишь, как один мужик стоит над столом и говорит, В смысле? Снова пропала босс! Какого хрена? Снимаю фуражку. Он смотрит на тебя. Лейтенант. Да. У нас тут ситуация очень плохая. Мы не можем доверять итальянской разведке. Они бежали, обосрал свои портки. Нам нужно, чтобы пришла самая достоверная информация в ближайшее время о позициях Бошей. Возьми, возьми своих ребят. Человек шесть, семь, до десяти, не больше. Отправляйся. Отправляйся на север через Яку-Прия-Пьяве. Сэр, если позволите. Ну, я лишь недавно во взводе. Люди все еще, они... Я... Я сомневаюсь, что я смогу... Что... Это приказ! Твою мать! Возьми с собой Клиффа. По-любому. Если... Если встретите Бошей в окопах, его рюкзачок вам пригодится. Так точно, сэр. Да. И Лойда не забудь. Клифф без него никуда не пойдет. Да, сэр. Все, теперь вот отсюда! Так точно. Разворачивать. Выхожу, одеваю хуражку. Спрашиваю сержанта, где сейчас второй взвод? Он смотрит на тебя. Иди сто метров где-то, приблизительно в ту сторону. Спроси там Риза. Сержанта Риза. Он тебе скажет дальше информацию. Спасибо, солдат. Разворачиваюсь иду в указанном направлении. Ты проходишь, ты двигаешься, пригибаешься в этом окопе. В какой-то момент ты видишь, как солдат стоит, он выглядывает. Высматривает кого-то. В какой-то момент просто ты видишь, как брызг крови вылетает у него сзади головы. И он просто падает замертво. Я останавливаюсь возле тела. Ты видишь, как возле него сидит солдат. Семнадцать. Продолжайте воевать, солдат. Иду дальше. Ты видишь, как он встает на эту же позицию. Надеюсь, я не буду восемнадцатым. Ты идешь через эту траншею. Слышишь, как вдалеке выстрелы, развиваются снаряды. Это несколько километров. Далеко ты усматриваешься. Альпы, на них снег. И это настолько странно, что такая красота рядом с таким ужасом. Ты движешься к указанию. Разные указатели тебе показывают. Название улиц. Название батальонов, которые там стоят. В какой-то момент ты подходишь к человеку. Ты видишь в него нашивки сержанта. Извините, вы не подскажете, где мне найти сержанта Риза, сэр? Это я. Это я. Я разыскиваю второй взвод. Он здесь. Прямо здесь? Кого именно вам надо? Так, мне нужны рядовые... Рядовые Уокеры, а также О'Коннелл и Гуд. Да, я проведу вас. Он идет с тобой через эти лабиринты просто траншей. Он подходит. Будет сначала Уокера-младшего. Как он выглядит? Уокер-младший по имени Ллойд. Позывной у него братец. Так как его старший брат, его постоянно называют братец. И все здесь, в транше, знают его как братец. Он специализация, у него пулеметчик. Он достаточно среднего роста. У него каска, китель, который расстегнутый постоянно. И он сейчас сидит, наверное, и допивает с фляги последнюю воду. Вы видели, как если вы в окопе находитесь, то в окоп заходит довольно тощий, высокий, молодой человек. Ему на вид не больше 25, может быть, 26. Но лицо очень осунувшееся, подуставшее. Он выглядит намного старше. Довольно бледный. Худощавое вытянутое лицо. И аккуратно подстриженные усики. Форма, он пытается держать ее в порядке. Но все равно видно изношенность. Некоторых пуговиц не хватает. Нижней пуговицы не хватает. Фуражка на голове. Солдаты, вольно. Я с распоряжением со штаба. Это весь второй взвод? Да, сэр. Здесь я и мой брат тут неподалеку. Собственно, что стряслось-то? Мы отправляемся в разведку, солдат. Как вам обращаться? Лейтенант Монгомери. Сэр, середовой локер. Вольно. Я так предполагаю, у вас здесь брат? Да, да. Он здесь где-то неподалеку. Сообщите ему. Вы пойдете вместе с братом. А также найдите мне, пожалуйста, Капрала Келли. А также мне нужен связист. И, пожалуй, кто у нас там? А, и сапер. Я думаю, они пригодятся нам в разведке. Да, сэр, естественно, конечно. Немедленно отправлюсь. Выполняйте. А я оборачиваюсь к Ризу, говорю. Позвольте, я знаю, у вас в вашем взводе служил Фленеган. Он все еще здесь? Да, да, сэр. Фленеган. Он показывает тебе на небольшую выемку просто в стене траншеи. Он там спит сейчас как раз. Ты видишь, как у него его Лей Энфилд удлиненный сейчас просто в обнимку с ним лежит и немножко посапывает и очень так настороженно спит. Я подхожу, присаживаюсь. О, сталкиваю. Ленис, здравствуй. Сэр, да. Вольно, солдат. Давно не виделись с тобой. Отправляемся в разведку. Что ж. Да, сэр. Скажи, а Флен еще с нами, с вами? Да, он сейчас копает недалеко. Он там должен быть сейчас, недалеко отсюда. Найди его. Да, конечно. Выступаем после обеда. Да, да. А каково задание, сэр? Перейдем на север через реку Пьаве. Поправляемся разведать позиции Бошей. Хорошо, сэр. И ты видишь, как он встает и начинает шелепать по воде этой траншеи, просто местами хромая, проваливаясь в болото. И в какой-то момент он просто удаляется за поворотом. Я, ну, и тем временем он некоторое время просто расхаживает по этому забрустверам, вот этим, где находится, ну, я, собственно, который облюбовал себе позиции, который облюбовал себе второй взвод. Он расхаживает просто, присаживается, достает пачку сигарет, наверное, достает, ну, папироску из этого, не пачку, а у него портсигар. Он достает из портсигара папироску, сжигает и достает из кармана на грудную фотографию. Он ее носит всегда там же, где он носит этот, где он носит свой военный билет. Потом прячет назад и ждет, пока соберется весь отряд. Окей. Уокер, ты движешься через траншею, в какой-то момент ты находишь О'Коннелла. Как он, это сапер или это... О'Коннелл это сапер. Ты знаешь, что этого парня на самом деле легко найти в траншеях, потому что у него ядрено-рыжие просто волосы, которые постоянно выбиваются из-под каски, и он весь в веснушках, он низкий, ниже тебя, может быть, на голову, и достаточно юркий. Единственное, что ты о нем точно знаешь, это что тебе нужно разговаривать либо очень громко, либо так, либо заранее просто постукать его по плечу, потому что у него поврежденные барабанные перепонки, и он постоянно смотрит на рот, когда ты с ним разговариваешь. И он хоть и не признается в своей глухоте, считает себя достаточно самостоятельным, с ним все нормально, его не надо трогать, он все понимает, он все слышит, но, тем не менее, по мере даже бытовых разговоров, вы постоянно натыкались на то, что он реально плохо слышит. Я, наверное, подхожу к нему. О'Коннелл! Да, черт возьми, точно. О'Коннелл! А-а-а! Я тебя слышу, не надо так разговаривать! Ты еще жив, слава богу, слава богу! Слушай, тут заявился лейтенант Макгомери, брат его знает, его еще Свисток называет. А-а-а! Мы идем в разведку! Ты слышишь? Я тебя слышу! Нам нужен сапер! Я тебя слышу, я сапер, я иду в разведку, все хорошо! Ты не знаешь, где Келли? Келли? Келли. Кто, черт возьми, Келли? Я знаю, где Келли. Кажется, он был дальше, там, по траншеи, за тем поворотом. Келли, тебе нужен Келли, да? Да, да, иди в ту сторону траншеи, там будет лейтенант, он ждет всех, мы там собираемся. Свисток? Он, именно, да, да. Мы же все сдохнем, если это Свисток. Да нет, ничего подобного, это все, это все басни. Ну, да. Давай иди туда, 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 я пошел за Келли, хорошо? Надеюсь, он меня услышал. Я иду, наверное, дальше, переступаю какие-то там ящики с патронами. Наверное, даже тела в какой-то момент переступаешь, которые лежат сейчас. И ищу, ищу. Келли это у нас кто? Келли это парень, который душа компании всегда. Вы все любите Келли, потому что, когда у вас есть короткие минуты отдыха, и вам позволено развести где-нибудь, если вы находитесь дальше за первой линией копов, в относительном спокойствии, когда вам позволено развести огонь, костры для приготовления пищи, он всегда по вечерам поет. Но у него немного странный взгляд, потому что он практически единственный, кто остался из вашего небольшого отряда тренчрайдеров, которые были приписаны к вашему полку. Вот. И это парень, который не раз бывал во вражеских окопах, и у них довольно странный характер у этих ребят, потому что таких отморозков нужно еще поискать. Келли находится сейчас, он сидит у бочки с водой дождевой, и обреется, наверное, перед маленьким таким малюсеньким квадратным зеркальцем. Ну, я к нему подхожу в этот момент. Келли, здорово. Здорово. Слушай, идем на разведку. Где брата потерял? Да где-то ходит там, что-то это, пытается что-то поджечь, как всегда. Разведку? Да, да. Классный шанс проявить себя. Прям суперский. Ты с ума сошел? Ну, может быть, как и все здесь. С меня в разведке мало толку. Я могу добраться до вражеских траншей? Ну, лейтенант Макгомери приказал, то есть выбора-то нет. Именно он, прикинь. Мы все помрем. Он что, с нами идет? Да, он нас ведет вообще. Ты слышал, что он просрал весь свой взвод, как только мы прибыли сюда? Это, черт возьми, правда. Он единственный, кто остался. Говорят, что все, что он мог делать, когда к нему подбежал сержант и сказал, что нужно уводить отряд, он свистел в свисток, потому что был напуган и не знал, что делать. Он просто сидел и свистел в свисток, пока вокруг рвались снаряды. Просто, мать твою, свистел в свисток. Ну, блин, я не знаю, что это, да. Отказаться от приказа мы не можем, сам знаешь. Кто еще идет? Еще идет этот, как его, Ричард идет. Мой братец, конечно, брат идет старший и будет там все поджигать. Ну, еще там несколько человек. Всех, всех, всех нужных собрали. Вот это новости. Давай, давай, он нас ждет, потом, блин, еще проблем будет. Ладно, я собираюсь. Да, иди, иди. Давай, и он начинает собирать свои манавки. В какой-то момент свисток Макгонаги. Макгомери. Макгомери. Ты видишь, как подходит... Я расскажу, мы по блиндажу руки за спиной. Ты видишь, как Фленаген подходит дальше, обнимаясь со своей винтовкой. Флене. И ты видишь, как за ним следует еще один солдат, Офлин, у него на руке повязка с красным крестом, он в каске своей постоянно жмурится, осматривает все вокруг. Офлин, сэр. Вольно. Отправляемся на разведку. Да, сэр, да, да. Побеспокойтесь о том, чтобы отряд собрался и укомплектовался. Выступаем после обеда, нам разрешили перекусить. Фленаген смотрит. Кого-то еще найти, сэр? Нет, кажется, все на месте. А, да, да. А, Вуд, да. Связь, связь, да. Он со своим голубем постоянно... Да, да, сейчас. Оттащите Вуда. Я буду ждать вас здесь. Побеспокойтесь о том, чтобы все были во всеоружии. Да, сэр, да, да. Проходит некоторое время, ты, наверное, ходишь, осматриваешься вокруг. Вы потихоньку собираетесь, в том числе и Вуд возвращается сюда, ну, приходит на эту позицию. Как выглядит Вуд? Вуд, наверное, его искали-искали, а в какой-то момент поняли, что он все это время находился здесь. Просто он находился тоже в каком-то углублении из-за, может быть, тоже грохота артиллерийского. Он этого всего не слышал. Он все время просто забился в угол, держал на руке голубку, дав. Он постоянно ее поглаживал, общался, кормил ее какими-то сухарями. Это парень долговязый, с медными кучерявыми волосами и очень такой хаотичной растительностью на лице. То есть у него буквально пару, то здесь, то там... Плюшивая оборотка. Да, плюшивая такая оборотка. И у него обветренное лицо и ужасно красные, почти пунцевые щеки. И его прозвали Собухом, потому что каждый раз, когда к нему обращаешься или мимо него проходишь, или ему что-то говоришь, у него всегда очень удивленный и внимательный взгляд. Он достаточно умный парень, но замкнутый в себе. И, наверное, когда он в момент, когда еще раз говорят, где же Вуд, он встает вместе с голубкой, ставит ее в поясную клетку. И... Джон, 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 Джонатан Вуд здесь. Вуд нас искал Монгомери. Монгонахи. Монгомери. 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 Разведка. Он просто ставит сразу же каску, затягивает ее посильнее. Разведка. И собирает. С моим монгомери. В какой-то момент вы собираетесь. Фленаген подходит к тебе. Сэр, разрешите доложить. Так точно. Боши отстали от итальянцев километров на пять точно. Они только отстреливали бегущих с поля боя. У нас... У нас есть шанс пробраться туда. Но если мы пойдем днем, то это равно самоубийству. Но ведь командование требует, чтобы мы отправлялись немедленно. Что ж, как скажете, сэр. Какова позиция расположения врага и какова сейчас обстановка на ничейной земле? На ничейной земле горы, горы, горы тел, мертвецов. Оно простреливается сейчас? Я думаю, что их орудия не дострелят до нас даже. Но когда мы будем приближаться, они нас засекут наверняка. Теоретически мы бы могли пройти в двух местах. Это перебраться через реку Пьявы, вплавь. Но течение довольно сильное. Есть вероятность утонуть. Кто-то ходил туда уже? Только итальянцы. Но команда в они им не верит. Ходят слухи, что они доходят буквально километр вперед и возвращаются, донося ложные сведения. Что ж. Плевать. Либо же мы можем взобраться. Попробовать взобраться на вон ту гору. Я выглядываю, знаешь, так осторожно, чтобы не показываться из траншеи. Смотрю в сторону ближайшей горы. Боши расположились в долине между этими горами. Итальянцы говорят, что на той горе есть небольшой подъем. Что ж, если мы сможем подняться на вершину, занять высоту, оттуда может открыться хороший обзор на позиции противника. Это что нужно? Так ведь? Да, сэр. Да. Отлично. Что ж, мы обязаны выполнить требования начальника командования и все ради короны. Так ведь? Да, сэр, все ради короны. Да. Тогда выдвигаемся после обеда, как я и запланировал. Отлично, сэр. Хорошо, сэр. Отправляйтесь. Вольно. Я смотрю в сторону горы дальше. А если вы что-то хотите сделать, ну, сейчас как бы полдень, то есть у вас есть 2-3 часа, может быть, времени, чтобы до выхода, я так понимаю. Если вы хотите, может быть, с кем-то пообщаться, что-то сделать, забрать какое-то снаряжение, то вы можете это сделать сейчас. Ну, я думаю, что, ну, Монгомери, он попросит какого-нибудь ординарца сбегать в его блиндаж и принести ему ременно-поясную систему его с патронтажами и флягой. Оружие при нем, конечно же. То есть, он рассчитывает, что мы справимся до завтрашнего утра. Когда, наверное, все собрались. Мы справимся до завтрашнего утра, солдаты, поэтому побеспокойтесь о том, чтобы с вами было все необходимое. Будем идти после обеда. Сэр, взрывчатка, сэр. Нам нужна взрывчатка. Мы идем в разведку. Зачем нам много взрывчатки? Но, может, нам придется, не знаю, расчищать завалы или что-нибудь в этом духе. Да, возьмите немножечко. Пару шашек, я предполагаю. Да, точно. А еще надо взять кусачки и посмотри, сколько там колючей проволоки. Надо какие-то хорошие взять, чтобы перекусить. Если вы так считаете, берите все, что нужно, да. Нужна взрывчатка. Забери, конечно, надо. Что-то подорвало. Я так рассматриваю остальных. Смотрю, если виз есть рядом. Сержант. Да, сэр. Поступали ли новые указания от генерала? Нет, сэр. Никаких указаний. Что ж, в таком случае изменений нет. А если все готовы, я предполагаю, что мы можем выдвигаться. Найдите для нас удобное место для того, чтобы выбраться из траншеи. Подожди, Флениган снайпер? Да. Я говорю, Флени, если можете, проберитесь к окраине траншеи немножечко дальше этого брустера. Фут-то в 50, может быть. Рассмотрите хорошенько ничейную землю и подберите для нас удобное место, чтобы мы могли выбраться с траншеи. Берите ориентир на ту гору. Нам нужно будет добраться туда как можно скорее. Я предполагаю, реку форсировать все равно придется. Так что, не знаю. Сделайте все, что от вас зависит. Да, сэр. Да, видишь, он отправляется, он достает с пояса бинокль и начинает идти куда-то просто вглубь траншейных путей. Проходит какое-то время, вы, наверное, отдыхаете, собираете припасы, может быть, кто-то из вас немножко дремает. Возвращается Фленнеган к тебе. Сэр! Да, Флэнни. Я смотрел землю. Есть небольшая брешь в колючке с нашей стороны. Мы можем там пролезть. Позиции Боша отсюда не видно, они слишком далеко. Если их не видно, то и они нас не увидят. Так ведь? Я надеюсь, что если мы будем идти очень медленно, то мы подойдем к их позициям только к заходу солнца. Так медленно? Мы не сможем идти быстрее? Сможем, но хотим ли мы, сэр? Если мы можем, почему не идти быстрее, Флэнни? Что за вопросы? Что ж, как скажете, сэр. Ну что ж, второй взвод. Все на месте? Да, лейтенант, отряд сборя. Мы выдвигаемся. Флэнни, ведите нас. Вы движетесь минут 15 вдоль траншеи по этим лабиринтам, по этим поворотам закоуленным. Вы видите, как некоторые солдаты сидят, что-то едят. Они разожгли такие маленькие печи внутри этих стен, этих окопов. Они греют какую-то еду. Буржуйки такие просто. Малерно, если мы, знаешь, идем в сторону вот этих дальних траншей, которые уходят туда вглубь ничейной земли, там, где, ну, понятно, там выход на это самое, на постарелевую территорию. Наверное, когда мы ближе туда приближаемся, то все, кто сидят вдоль траншеи, они, наверное, поворачивают просто следом, знаешь, в спину смотрят, молча просто провожая нас взглядами. Да. Может, в какой-то момент, пока мы идем, одна из досок под ногой Аконнелла проламывается, его башмак просто становится в мокрую эту грязь, и он начинает громко чертыхаться. И мы, наверное, когда проходим, там идет ряд каких-то солдат, которые держатся друг друга за плечом, у них на хвостах повязки, и лоид, наверное, такой, это газ, осторожно. И они ослеплены, наверное, от этого газа, они идут так вляться. Ты видишь, когда ты рассказываешь, Фленнаген идет такой, однажды, когда нам в траншею газу забросили, раздули, я не успел одеть противогаз, я побежал в нужник и просто нырял, выныривал, дыхал, дышал, зануривал обратно в нужник, просто в ведро, чтобы не ослепнуть, как остальные. Разве у нас не было противогаза, Фленнаген? Я не успел его одеть. Вод нервно проверяет сумку с противогазом. Пока мы идем, наверное, подходим к траншею, Монгомери подходит к Клиффу. Солдат, я слышал вас назвать святым. Что за прозвище такое? Клифф стоит сейчас в маске, он снимает маску, а у него, знаешь, у него щеки, когда от угрей заживают ранки на щеках, у него такие, типа... я верю в Бога, сэр. Я думаю, ваше хобби поможет всем нам, правильно? Я надеюсь, поможет. Это благословит нас Всевышний. Читайте Библию, сэр, это помогает иногда в трудную минуту. и у него, знаешь, такая сумочка, он достает маленькую черненькую книжечку Библия и перелистывает, и какой-то стих идет и читает сзади. Наверное, когда мы доходим до выхода из траншеи, там еще видно, как просто руки с той стороны свисают с траншей. Я осматриваюсь, собираюсь потихонечку по насыпи и потихонечку выглядываю так, чтобы мой шлем плоский, знаешь, образовывал просто маленькую щель, козырек образовал маленькую щель над землей и смотрю на ничейную землю. Что я вижу? Ты сматриваешься, ты видишь, что это пустошь. Деревья, у которых просто все ветки обрублены. Причем обрублены не топором, ничем, а именно взрывами, шрапнелью. Ты видишь кучу воронок, ты видишь огромнейшее количество тел, которые лежат, которые вздулись, по ним бегают крысы, мошки летают над ними. Ты сматриваешься, где-то там вдалеке есть зелень, елей, снег на горах. Никого живого не видно. Смотрю некоторое время. Лени. Да, сэр? Подойдите поближе. Он подходит, он смотрит, выглядывает. Укажите направление. Он показывает просто пальцем на северо-запад немножко, передает тебе бинокль. Посмотрите, сэр. Это, знаешь, наверное, это не полноценный бинокль, а маленький, ну, типа, как не монокль, а труба маленькая такая. Окей, ты сматриваешься, ты видишь небольшую долину между двух гор просто. Ты не видишь то, что происходит снизу, потому что рельеф закрывает. Вот там вот, в долине, сэр, там боши засели. Там их, там они сейчас строят траншеи. Это довольно далеко, километра четыре минимум. Как думаете, если мы будем идти тихо, они нас услышат или нет? Ветер донесет. Я думаю, нет, более того, выстрелы могут приглушить все, что происходит. Время от времени они стреляют, непонятно в кого. Я передаю ему трубу. Ну что ж, обращивайся. Господа. Вперед, Флинни, ведите. Вот видишь, как он выходит. Флинни идет сзади. Сэр, я слышал слухи о том, что дезертировавшие итальянцы в воронках прячутся. Они обезумели и отстреливают всех, кого видят. Ну, будем надеяться, что нам они не встретятся. Да, сэр. Я тоже на это надеюсь. Давайте. Идите. Идите. Я, знаешь, стою пока каждый не выбегает из траншеи и последним выхожу. Клифф, наверное, когда выдвигается тоже за всем остальным отрядом, когда слышит про эти воронки, он достает свой огнемет, так чуть-чуть поджигает его, в воронках прячутся, пламя очистит их душу и там настраивает, знаешь, поток давления в огнемете. А О'Коннелл, он, наверное, когда проходит, он тихо чертыхается. Конечно, он идет последним. Он же-то не хочет помереть. Мы сейчас пройдем, сдохнем, а он потом пройдет по трупам. Да, отлично, хороший план. Монгомери остается последним. Мимо него предпоследним, наверное, выходит из траншеи Келли. и Монгомери некоторое время стоит и тогда выбегает, знаешь, следом за всеми астронами. Вы забираетесь по этой насыпи, сверху сразу колючая проволока, Фленнеган медленно, аккуратно начинает раздвигать эти как-то ленты, не ленты, а нитки этой проволоки пробираются через маленькую-маленькую брешь. Вы движетесь. В какой-то момент кто-то из вас просто наступает в тело и ваша нога просто проваливается и вы чувствуете как просто снизу земля сразу под вашей ногой, как будто вы просто прошли насквозь, как теплый нож в масло сквозь это тело. Начало разлагаться и... Да. Вы продвигаетесь. В какой-то момент Фленнеган пролазит через эту колючку и сразу падает на землю. Смотрит на вас сзади. Я проползаю. Да, Фленнеган? Сэр, мы же будем ползти, правда? Вы так считаете? Так будет лучше? Ну, больше вероятность, что нас не заметят, сэр. Да, в таком случае мы будем ползти. Фленни, прокладывайте дорогу. Медленно ползет, заползает в одну воронку. Заползает в воронку. Садится там, глядывает, смотрит, смотрит на вас. Вы движетесь за ним? Навер... Да. Может, даже... Один, один есть. Окей. А Коннелл, так как увидел, что кто-то вперед пополз, он-то не дурак, он тоже ползет вперед, причем старается делать это быстро, и он достаточно маленький. И скрытность? Или... пока что еще ничего можно не бросать. Коннелл проползает, залазит тоже рядом. Воронку. Высматривается, достает своей немного, трубу, осматривает, что там происходит сейчас. Вылазит, начинает снова двигаться, в какой-то момент просто по одному из тел начинает переползать. Ползает так, просто от воронки до воронки. В какой-то момент залезает в воронку просто вот по грудь в воду ржавую, грязную сидит. Выглядывает. Ползает. Вы все это время движетесь за ним? Да, да, да. Сползаем в эту воронку тоже. Да. Келли, который забирается. Я слышал, что от подземных мин могут образоваться такие воронки, из которых потом не выберешься. Особенно, когда дожди, будешь барахтаться, как навозный шук. Там не останешься. Главное, чтобы крыс не было. Ненавижу их. Здесь будет много крыс, дружище. Ты видел, сколько в траншеях у Бошей. Крыс. Ты когда говоришь о крысе, ты видишь просто, как крыса по руке, которая сразу возле твоей головы проползает. Господи, какая жирная! Уберите их от меня, блин, я их ненавижу. Келли, когда он начинает орать, Келли выбирается резко из траншеи, знаешь, оглядывается. Нет ли шума? Это кто был? Это был Клифф. У него фобия на крыс. Святоша, ты нас всех угробишь. Лейтенант. Это не лейтенант, это Келли. Капрал. Слишком много персонажей, сложно, да? Ты нас всех угробишь. Блин, ненавижу крыс. Монгомери. Некоторое время сидит. Келли, о, Келли, Флени. Да, да, сэр. Почему мы ждем? Давайте. Движемся, движемся. Движка вон выбирается, ползет. Скажем так, сейчас вы подбираетесь поближе. Бросьте все, пожалуйста, на скрытность. Вы не выдаете себя при виде крыс, мертвецов. Если навыка скрытность нет, я бросаю с минус 4. Ловкость минус 4. Скажем так, у вас будет плюс 2 за счет того, что вы лежите и вы еще относительно далеко. 8. Короче, у меня проходит. Плюс 2, ты сказал, да? Да. 9, 8, у меня там по 14. Лейтенанта Монгомери не проходит. Я кидаю за Келли. Келли проходит. Окей. Лейтенант Монгомери ползет. Наверное, знаешь, пока мы все ползем, проползаем через эти самые траншеи, через колючку. И Монгомери ползет, цепляется за колючку. Колючка начинает греметь над пустырем. Он начинает барахтаться. Он начинает дрожать. Ты видишь, ты видишь, как у тебя кровь начинает немножко заливать рука в твои рубашки. Начинаешь кричать, возможно, в какой-то момент скакиваешь на одно колено, и ты слышишь, как вдалеке-вдалеке просто выстрел слышится. у меня будет очень много, наверное, минус 8 точно на попадание, то есть со сложностью. Ты слышишь, просто как пуля в дерево, которое просто пустырем, как пустое стоит. Пятиметровый пенек сейчас будет у тебя. Я падаю опять в грязь. Рядом вас. Лейтенант. Флейни, почему вы не подрезали колючку? Сэр, ну, ну, почему, зачем? Чтобы мы могли пробраться спокойно. Мы можем пробраться, если она не подрезана. Как видите, этого недостаточно. Флинт смотрит на вас. Будем надеяться, что они думают, что они вас убили, сэр. Что за вздор? Получаем движение. Вы, вы, вы ползете так, наверное, еще около часа по, просто по этой грязной земле, которая прилипла уже полностью к вашей одежде. Ваша одежда уже полностью мокрая. Она становится тяжелой. Она натирает во всех только местах, в которых можно. И я хочу, чтобы вы мне еще раз сделали проверку на скрытность. Мы подбираемся уже к предгорьям. Да, вы уже видите, как говорили. Река, река. Здесь еще нет, река, а за горой. А, за горой. Так, опять скрытность, да? Плюс два, минус четыре, все правильно? Минус два этого. Мы скрытность бросаем. Передателем было плюс два. Именно точно такое же. То есть у меня минус два, просто. У меня просто минус два. Да. Меня провалили и Клифф, и Вольт. Лейтенант тоже провалил. Келли. Келли прошел. А в какой-то момент Флэннеген... Пусть два, да. Флэннеген устает за одним из деревьев. Лени, что там? Такое чувство, он достает на руку. Такое чувство, будто... Мы не видим их позиции, они наши. Подождите, я сейчас подойду к вам. Я выползаю наверх и достаю у него из рук телескопическую трубку. Он провалил? Да. Я даже ничего не вижу. Выползу выше Келли. Келли такой... Не лезьте, сэр! Ты слышишь выстрел. И в тебя прилетает пуля. Попадает по мне. Попадает тебе, наверное, в плечо куда-то, может быть, даже в торс. 12 урона. Так. У меня всего 10 хитпоинтов. У меня минус 2. Минус 3 у тебя, потому что у тебя есть... Минус 3, правильно. Да, у меня 1 хитпоинт остается. У меня 1 хитпоинт остается. Я получил ранение. Но я все еще жив в сознании. Но у меня шок. Минус 4. Ух! Если у меня 14, и тут 14, это... Это успех. Наверное, когда я вылазил, вражеский стрелок поймал блик телевизорской трубки. Знаешь, и в какой-то момент просто лейтенант валится с траншеи назад. В грязь. И флангин сразу за тобой падает. Прикройте рану. Поплин сразу закрывает рот тебе. Рану держите, кровь клещет. Поплин достает перевязочную какую-то тряпку, уже полную грязь и начинает заматывать тебе руку. Ты восстанавливаешь 1 хитпоинт, потому что он тебе помогает. То есть у меня кровотечение останавливается. Да, у тебя кровотечение останавливается, и он восстанавливает тебе 1 хитпоинт. Знаешь, наверное, мы долго сидим, пока он меня биндует. Флин, она прошла на вылет? Да. Да, судя по всему, жить будете точно, сэр. Флин смотрит. Что ж, судя по всему, они знают, что... нужно возвращаться. Ну, сэр, приказ. Нужно возвращаться. Мы... мы себя скомпрометировали. Так ведь? Так ведь? Сэр, у нас есть приказ. За невыполнение приказов нас отдадут под трибунал. Да, вы правы. Сэр, может, вы можете попросить морфия у Флина? У меня, наверное, там гематома уже на пол, на пол предплечья расползлась, на пол плеча. Флин, смотри, вы можете идти, сэр? Да. Да, да. Нам нужно двигаться, сэр. Почему вы выбрали настолько опасный маршрут, Ленни? Но, сэр, здесь нет безопасных маршрутов. Вы нас подставляете. Ни в коем случае, сэр. Пойдем дальше. Сэр, вы можете идти? Мы можем двигаться дальше? Я сказал, я могу идти. Простите, сэр. Вернусь, получу медаль и домой. Давайте. Вперед. Медаль. Флэннаген встает, начинает ползти. Нам стоит ползти дальше, сэр. Давайте. Вперед, все. Вперед. Я опять остаюсь последним. Сижу некоторое время. Я начинаю дрожать весь. У меня пот. Я достану фотографию. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Выбираясь, ползу следом. В какой-то момент вы доползаете до небольшого подножья горы. Это вы видите вверх. Она метров 50, наверное. Она со всех сторон относительно пологая. Очень относительно. То есть взобраться можно. То есть это как скалистый холм такой, да? То есть когда вы будете подниматься, вам придется удерживаться за что-то. То есть есть небольшая тропа, что ли, но куча обрывов, уступов. Венеган смотрит. Итальянцы говорили, что здесь можно подняться. Ну что ж, поверим, поверим макаронникам. Но здесь они же нас не смогут видеть. Правда, СССР? А. Нет. Нет, конечно же. Так. Кто выглядит самым крепким таким бойцом? Я думаю, это Келли будет. Атлетичным, да? Я смотрю на Келли. Келли, давайте. Взбирайтесь наверх. Проложите дорогу. Сделайте страховку для всех остальных. Келли, наверное. Да, СССР. Снимает бухту с канатом. Стравливает сколько нужно. И он накидывает на себя остаток. И будет аккуратно. То есть, я так понимаю, тропа просто очень крутая, да? Да, да. И он аккуратно будет взбираться наверх. То есть, тихо, не спеша. Останавливаясь каждые метров 15, наверное. Прислушиваясь, всматриваясь. Аккуратно выбирая дорогу просто. Вы немного, наверное, начинаете взбираться. Держась, наверное, за какие-то камни параллельно. Может быть, местами камни выпирают на этой тропе. Вы огибаете их своим туловищем. Начинаете медленно-медленно подниматься по этому холму в скале, что бы то ни было. Бросьте, пожалуйста, все на... Так, я, наверное, сначала кину за Келли. И потом, если он нормально взберется и оставит трос для остальных, то, наверное, все остальные смогут легче. Окей, да. Наверное, да. Хорошо. Кидаю за Келли. Насколько здесь сложный подъем? Вопрос... Ну, сложность это твоя... Я понимаю, но, может, у меня есть какие-то минусы или плюсы. Я думаю, что будет, наверное, минус 2. Так как ты не приспособлен, наверное, вообще к этому сейчас. То есть, ты просто залазишь с голыми руками и ничего более. Он ни в коем случае не скалолазан. В лучшем случае лазил на яблонях с собой. А есть у тебя лазание или что-то подобное? Да, лазание есть. Ага, окей, тогда просто лазание минус 2. Ровно 10. Ровно 10. С минус 2? Да, да. Отлично. Вы видите, как Келли залазит на эту сторону. Несколько раз, наверное, оступается камнем. Это занимает у него очень долгое время. Полчаса, час. И за это время, пока он забирается, солнце уже начинает садиться. Вы, наверное, все лежите в этой земле. Осматриваете все вокруг. В какой-то момент Келли просто сбрасывает, наверное, веревку вниз. И вы можете ее использовать для того, чтобы взбираться. И это будет ваше лазание для того, чтобы взобраться. Хорошо, я теперь кидаю за Монтгомери. Если лазания нет, это Дексы, да? Это сила минус 4 будет. Это сила. Но веревка вам дает плюс 2. То есть, минус 2. О, на удивление, Монтгомери проходит. 5. 10 проходит. 5 будет тычка моя. 11. О, проходит сайки. О'Коннелл. 9 из 8. Уф. Да. Это который сафер. Окей. Вы видите, как О'Коннелл понемногу медленно старается забираться. В какой-то момент ошатывается. Кто-то рядом с ним, кто идет, пытается как-то ему помочь? Или вы пытаетесь удержаться сами? Ну, наверное, и будет ему пытаться помочь Киев. И с ним рядом. Лейтенант, наверное, будет идти где-то в середине отряда. На случай, что если ранение будет ему, ну, как бы подведет его, если он там будет срываться, чтобы там сзади его кто-то поймал. Окей. Нет, он точно не будет обращать внимание на рядового. Брось ловкость минус 2, чтобы попробовать словить. Так, 11 на 13. Это успех? Это нет, у меня 10, если минус 2. Окей. Как вы же. Окей. Ты видишь, как... Вы видите, как... Это кто? Это О'Коннелл, это рыжий подробник. Он, наверное, лезет, как будто бы... Да сейчас я залезу уже наверх и буду, и, господи, можно будет нормально покурить, расслабиться. И в этих вот каких-то бормотаниях и мыслях он наступается и просто начинает лететь вниз рыжий Ричард. Ты срываешься от этого уступа, и ты просто летишь спиной вниз в эту мягкую землю. Получишь 4D6 урона за премьер. Кстати, не так, что... 12 плюс 3. 15 урона. Ау. Так, 15, но Дер не минусуется в этом случае. Просто автоматически делаю сейчас проверочку, чтобы не вырубиться. Сначала, чтобы не умереть, а потом, чтобы не вырубиться. Хорошо. Так, чтобы не умереть, это что? Это ХТ. ХТ, так и даже. Хватает, 10. Окей. Не вырубилась, не умерла. Теперь, теперь снова ХТ, чтобы... Это ХТ, да? Это в одного брусках. Да, окей, да, этого будет достаточно. Да, 10 из 11. Вы видите, как Оконнелл падает. Ну, наверное, не до самого конца, наверное, срывается, примерно, на 15. Может быть, за веревку, может быть, и бьется просто об этом. Все там, знаешь, наверное, все, кто на тропе, там все-таки... А-а-а, ловите его, а-а-а, знаешь? Да, да, да. Деронок, кочеришка, какого хрена? Держись там, держись. Он Гомер, ловите его, он жив, он жив, ловите его, вытащите его кто-нибудь. Проходит какое-то время, вы, наверное, все понемногу взбираетесь наверх этой скалы, и Флэннган сразу, как забравшись, ложится. Смотрите, ляжьте, ляжьте, чтобы нас не видели. Уже начинает немного темнеть. Теле, наверное, затаскивает вперевку назад. Эй, малой, это жив? Да, жив, только не бей в это плечо. Там полностью разодранное от камень мясо. Вот там он показывает на другую сторону скалы. Не другую, на восточную сторону скалы, вы сейчас зашли, с юга, он на восточную показывает. Там должны быть позиции больше, мы можем их осмотреть. Лейтенант, Монгомери подползает аккуратно. Как далеко они отсюда? Сейчас уже темнеет? Сумерки. Сумерки. Как далеко они отсюда? Их вообще видно в такой темень, в такой темноте? Я уверен, что мы что-то увидим. Максимум огни. Огни нам мало что скажут. Рассмотрите-ка хорошенько, что видно отсюда. Да, сэр, да. Он начинает ползти к скале. Это довольно далеко, это метров пятьсот точно. А, то есть она только далеко. То есть это большая скала, и она понемногу, понемногу, понемногу в сторону севера, она становится более пологой и спускается к, собственно, реке. Так, выдвигаемся вперед, следом за Флинн, правильно? Фланган. Фланган. Выдвигаемся следом за Фланганом. Фланганом, солдаты. Доберемся до подножья подъема, на который он взбирается, и займем там расположение. Оцепите периметр и побеспокойтесь о том, чтобы к нам никто не подобрался, пока Флэн не будет разнюхивать там наверху все. Солдат, вы как, в порядке? Я видел, вы сорвались. Да. Что? Я думаю, что у Флэн за это время тебя немножко поглотал. Ты получишь, восстанавливаешь один хит-поинт. Минус 14. Вы движетесь за Флэнганом. В какой-то момент становится, чем дальше, тем темнее. Сейчас декабрь, и темнеет очень быстро. В какой-то момент вспышка света. Вокруг вас. Вы усматриваетесь. Вы видите, как желтый огонь сигнальной ракеты взлетает вверх, освещая все вокруг вас. Келли, которые лежат, сжимаются в землю. Боже, не двигайся. Наверное, просто забираем и лежим, пока ракетница, ну, как бы снаряд осветительный, пока он, знаешь, вниз не уйдет. Он все светится. И сразу недолго после... Это недалеко от вас. Второе, да. Это недалеко от вас. Это метров 100-200, может быть. Но из-за того, что темно это было. Но они ниже, да? Мы на горе, а не полный. Они уже на уступ. То есть, уступ пологий. Мы над ними. Да, уступ пологий. То есть, вы можете без проблем к ним придвинуться, и они, собственно, к вам тоже. Но они нас видят, если вы на склоне? Я думаю, нет. То есть, есть какой-то перепад, да, карниз, до которого, если мы доберемся, нас не будет видать? Они вас, нет, они вас не будут сейчас видеть. То есть, ты даже не будешь видеть, кто запустил, собственно, эту сигналную ракету сейчас. И проходит секунда, две, три, десять, и вы слышите выстрелы с той стороны. Я пытаюсь... Келли пытается понять выстрелы по звуку. Они направлены на вершину горы, на которой сейчас Флениган. Флениган. Окей. Брось на внимание. Это perception. Пар. Да, да. Ой, нет, не проходит. Окей. Ты слышишь выстрелы, и тебе кажется, что они в разные стороны направлены. Единственное, что ты можешь понять точно, это не Энфилд. Ага. Какой-нибудь кар 98. В какой-то момент ты слышишь выстрелы с Энфилда, со стороны, где Флениган. Слышишь, как он начинает... Скорее всего, это Флениган и стреляет. Ты слышишь, как он начинает выстрел. Туф. Второй. Туф. Ага. Третий. Келли подбегает ко всем остальным. Это британская винтовка. Наверное, Флениган стреляет. Что-то пошло не так. Лейтенант. Лейтенант. Что нам делать, лейтенант? Так. Нужно идти на помощь, сэр. Да-да. Сэр. Да-да-да-да. Нам нужно... Отдавайте приказ. Выдвигаемся наверх, на вершину. Ну, осторожно. Посмотри. Так. Братец. Уокер. Да, сэр. Отберитесь поближе. Посмотрите, что с ним. Конечно. Наверное, я хочу, чтобы мы все двигались туда, но не подходили прямиком к месту, где находится Флениган. Окей. А чтобы только один из братьев, Уокер, подобрался поближе и определил, что с Флениганом. Почему он стреляет. Вопрос такой. Выстрелы из... Другие выстрелы, не со стороны Фленигана. Вы их пока что игнорируете, или вы хотите как-то их обходить или двигаться в их сторону? Нет, я предполагаю, что мы будем пока что не вступать ни в какие события. Мы продвинемся на вершину горы, ближе к вершине, чтобы найти Фленигана. То есть на выстрелы Фленигана будем идти. Окей. Окей, братец. Как ты хочешь подвигаться к Фленигану? Братец берет свой пулемет, начинает перебегать от камня к камню. Следующему. И выглядывает и смотрит, где Флениган. Наверное, ночью, по крайней мере, вспышки будут видны от выстрелов. Да, будет видна вспышки, и более того, ракетница еще не до конца перестала... Сгорела. Сгорела, да. Ты всматриваешься, ты видишь, что Флениган стреляет куда-то. Он очень целенаправленно стреляет. И это не в ту сторону, откуда выстрелы сейчас. Ты здесь всматриваешься, ты видишь, как будто тень проскакивает. Одна, вторая, третья, где-то меж камней. Кто-то стреляет, да блин. Я хочу ближе к нему подобраться. Ты хочешь подобраться к нему так, чтобы ты с ним мог общаться? Не, ближе, просто просмотреть, что происходит. Ты подползаешь ближе. Ты видишь, как будто какие-то волки бегают между камнями, и они приближаются все ближе и ближе к Фленигану. Флениган, я подбегаю к нему, хочу достать пулемет и начинать отстреливать от этих волков. Окей, бросай на попадание. Так, стрельба. Вы между делом слышите, как начались пулеметные очереди отбраться. Одиннадцать, четырнадцать. Окей, это попадает. Ты можешь стрелять столько, сколько у тебя rate of fire, ров у твоего оружия, но минус accuracy каждый раз. Ров, окей, восемь. Ты можешь сделать восемь выстрелов, но минус попадание каждый раз. Минус ACC. Не accuracy, а recoil. Recoil, то есть да. Пардон. Ага, ага, ага. Ну, я сделаю хотя бы... Я хочу подойти и отпугнуть их. Ага, то есть ты хочешь больше даже огонь на подавление сделать, да? Да, на подавление сделать и типа говорить Фленигану, чтобы... Давай отходим, отходим. Окей, окей. Ты видишь, как Флениган... Да, если они с нами бегут, вот видишь, как он затвор дергает, стреляет еще раз. Нужно к отряду возвращаться, ты что? Мы привлекаем очень много внимания. Эти звери пусть тебя тут, блин, дожирают. Что они тут, блин, разнюхали. Хорошо, братец. Ты видишь, как он встает, пригинается и начинает медленно... Я стреляюсь так чуть-чуть. Куда-то просто туда, куда-то в молоко, так сказать, стреляное. Хорошо, наверное, остальной отряд внизу, который остается... Наверху? Да-да-да, ну, нет, а стреляно ниже. А, да-да-да, ниже. Да. У Монгомери ступор, он... Келли, поднимитесь наверх. Посмотрите, что там происходит. Наверное, Келли тогда тоже поползет. Нужно будет отступать. Возвращайтесь, как только поймете, что происходит, он кричит вслед, Келли. Келли, ну, придвигается туда, наверное, а ты остаешься вместе с Монгомери. Наверное, происходит следующее. С Флинном. Там находится сейчас О'Коннелл, который подстреленный, чуть-чуть поплывший сидит, просто рядом с паникующим лейтенантом. И есть этот Джонатан Вуд, который сейчас смотрит на голубя и просто что-то тихо-тихо шепчет, рапочет. Он каждую ночь не может спать, потому что он до паники боится темноты. Ему страшно, как маленькому ребенку. Поэтому он полностью игнорирует и выстрелы, и лейтенанта, и всех. И просто все-все-все хорошо. Ты же мой свет, ты же мой свет, ты же мой свет. Монгомери тем временем просто сидит, знаешь, ухватившись за край камня и всматривается туда в темноту, знаешь, где вспышки от выстрелов Фленигана и Уокера. Просто отсвечивает, он сидит и... У него ступор просто. Он не знает, что делать. А Келли приближается, наверное, к остальному отряду. В этот момент уже ракетница по немногу начинает догорать. Света все меньше, меньше, меньше. Флениган уже быстро, быстро движется в полуприседке, просто возвращаясь ко всем остальным. Вот смотри, Келли, там волки. Келли, наверное, на полпути, получается, между отрядом и ребятами, да, разведчиками. Бежим обратно, Келли. Какие волки? Их Боши отстреливают. Дикие волки, Келли, они там что жрут? Это проблемы, Боши, давайте, уходим быстрее. Они у нас на хвосте, нужно их отстрелить. Бежим ко всем остальным. Вместе мы их отпустим. Слысимся вниз, займешь оборону, пулемет покосит их. Конечно. Все, давайте, уходим быстрее. У свистка, по-моему, крыша едет. И он спускается вниз. Окей. Кто бежит из вас? В каком порядке вы бежите? Флениган будет бежать, наверное, первым, так как его отправили обратно. Я, наверное, буду последним бежать. И я думаю, что Келли будет рядом с Уокером спускаться вниз. То есть параллельно с ним. Окей. В какой-то момент вы двое слышите быстрые шаги сзади. Как будто что-то за вами сейчас гонится. И в какой-то момент вы что-то будете предпринимать? Келли оборачивается, у него в руках дробовик. Окей. Что за дерьмо? Что это? Волкин. Я разворачиваюсь тоже и буду стрелять, если они очень близко. Окей. В полумраке вы видите, как три какие-то особи. Они размером с волков, но у них совсем нет растительности на теле. У них как будто голова человека, но тело очень похоже на волки. Они передвигаются на четвереньках без хвостов. Они все приближаются, приближаются. Вы можете сделать выстрелы? После вашего хода они будут на вас бросаться. Это не волки. Что это за хрень какая-то? Волкер, это не волки. Это что, галстук повлиял на зверей? Это не волки. И я просто жду, пока ближайший из них окажется в зоне поражения. Ну наверняка ночью, то есть не больше двадцати метров, то есть может даже десять шагов. Я думаю, они уже на этом расстоянии. Да, и тогда... Окей. Ты стреляешь? Четырнадцать у меня. Из каких? Четырнадцати. Окей, это попадает. Наноси урон. Так. Так. Я сделаю... Девятнадцать урона. Девятнадцать урона. Окей. Я сделаю два выстрела. Тоже. Первый у меня будет... Проходит. На удивление проходит. Второй... Тоже проходит. Окей. Оба выстрела проходят. Скажем так, если вы... Я думаю, что твой дробовик сразу просто обрез, наверное, убьет с одного выстрела. Ты видишь, как просто уокер начинает решетить из своего... Это пулемет Шоша французский. Знаешь, наверное, вот вспышек, которые от выстрела, от пулемета, ну, в ночной темноте, полыми просто из ствола, оно на несколько метров вперед освещает просто пространство. И я, пользуясь вот этим освещением, ну, это помогает мне точнее прицелиться. И я, знаешь, веду одну тварь, которая к нам... И вторую ловлю, которая рядом... А ты хочешь двух сразу? Ну, не знаю. То есть, как там... Давайте набросим урон. Что-что? Давай бросим урон тогда. Хорошо. Так. 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 Три. Шесть. Семь. Три. Три. Шесть. Подожди, подожди, не забывай. Три. Три. И пять. Это сколько суммарно? Это не суммарно, это дробь отдельно считается. Ага, окей. Скажем так, давай я брошу просто два раза, чтобы не умереть. Это будет, я думаю, более-менее, честно. Это... Первый прошел. Второй. И второй прошел. Угу. Ты вторым выстрелом тоже хочешь во второго стрелять? В первого, в того же стрелять тогда? А, да. Пусть так. Хорошо, пусть будет. Хорошо, бросать урон. Да, давай. Семь, четыре, 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 пять, семь, четыре, два, один, четыре. Окей. Ты будешь по одному стрелять или по двум? Я буду по одному стрелять. Ты видишь, как Келли достает свой обрез или это дробовик у тебя? У меня не дробовик, у меня... Да, у меня дробовик, да, да, у меня дробовик. У меня дробовик, не обрез, дробовик. Видишь, как он встает, стреляет. Чук-чук. Видит, как эта тварь еще бежит на него. Тварь просто падает замертво после второго выстрела. И куча просто маленьких-маленьких ранок, из которых даже не сочится кровь. Ты стреляешь по одному. Бросай урон тогда. Ну, я... А, это я второй раз стреляю уже, да? Ты первый раз только бросил на попадание. Сейчас урон. Не, я уже и бросил на урон. А, сколько урона? Окей, я бросаю, чтобы не верить. Проходит. Еще раз тогда, может, повторю, по нему стрелять. Минус рекойл. Минус рекойл. Значит, тогда 12. Не проходит. Окей. 17. Вы видите, как эти две твари все еще бегут на вас. И они вцепляются просто в вашу плоть. А, где мы уже? Мы можем парировать, уклониться. Первый, который Келли может и парировать на самом деле. Ну, он вооружен дробовником. А, окей. Тогда только увернуться. Моя атака прошла. Так. Мне нужно выкинуть девять. И я прохожу. Семь. Окей, окей. Ты видишь, как на тебя прыгает. Я, наверное, знаешь, просто обрез подставляю и отталкиваю эту тварь. Она через меня пролетает. Не обрез, дробовик пролетает. Уф. Уф. Четыре это критический? Четыре это крит. Давай попробуй увернуться. Увернуться это твой... Это автопопадание. А, это автопопадание сразу, да? Тогда это максимум урона. Это 24 урона. У меня 10 хитпоинт. У тебя минус 14. Минус 14. И ты бросаешь на то, чтобы не умереть сейчас. Да. Брось хитэ. Если пройдет, то ты все еще жив. Ммм. Где проходит? Окей. Отлично. Может быть, знаешь, слыша целую кучу выстрелов. Оконнелл сидит, сидит, сидит. Заряжает дробовик. А, нахрен. И так подохну скоро. Да, Монгомери. Оставайтесь на месте, солдат! На месте! Я приказываю! Хотите оставаться, оставайтесь, Монгомери. Свисток свой только не забудьте. Это нарушение субординации. Я приказываю вам! Оставайтесь здесь! Оконнелл просто не слушает и идет вперед. Ты видишь, как Флэннген разворачивается и начинает тоже стрелять своего Энфилда. Это проходит. Он просто сносит ту тварь, по которой ты стрелял. Ну, не сносит, а просто один четкий выстрел в голову, и эта тварь падает замертво. Сколько осталось тварей? Одна. Одна. Нетронутая. Я понял. Входим опять, правильно? Да. Хорошо. Я хочу из дробовика по ней. Давай. Сжаха. Тоже два выстрела делаю. Я буду дальше. Я в каком состоянии? То есть я в сознании... Ты в состоянии шока, у тебя минус четыре на все твои атаки будут. Ага. Первый выстрел проходит. Делаю второй выстрел по ней. Мне надо выкинуть одиннадцать. Проходит. Не проходит. Двенадцатый выкинул. Окей. Так. Бросай урон. Брось один д6 и помножь его. Просто так будет намного проще. Ну, это не очень честно. Потому что если ты выкинешь один плюс один, это два урона, типа. Можем сделать, как у Сарима единички перебрасываем. Так. Это пять урона. Окей. И на девять. Пять на девять, если хочешь так считать. Ну, если хочешь, можешь бросать каждый раз. Ну, просто это ж по-разному урон считается. Ну да, согласен. Бросай тогда все. Увы. Возьми просто кубок сразу. Столько, сколько надо. И кинет за раз. Да, да, да. Так. Три. Два. Четыре. Пять. 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 Шесть. Семь. Так. Сейчас я бросаю, чтобы не умреть. Это восемь. Так. Семь. И ты видишь, как в какой-то момент тварь просто начинает проседать и валится. Угу. Я стрелял, я попал. У меня с десяти пять. Попробуй. Можешь бросить урон, если хочешь. Начинаешь тоже из пулемета. Вот. Семь. Двадцать пять урона. Двадцать пять урона. Двадцать пять урона. Ты себя очень плохо чувствуешь сейчас. Келли тем временем дозаряжает патроны в этот самый дробовик, те, которые остались. Браток, ты в порядке? Да что это за волки такие? Не знаю. Подходит, может быть, О'Коннелл. Это вообще волки, что за дерьмо? Нет, это не волки. Я хочу присесть над одной из тварей. Я к этому Флэну отведу. Да, Флэнни, давай уходим отсюда поскорее. Ты хочешь рассматривать это? Я присел, просто что за дерьмо. Ты видишь, что в какой-то момент с этой тварью идет как будто маленький дым. С каким-то очень мерзким, тебе непонятным запахом. Черт. Я встаю, осматриваюсь, нет ли никого, и хочу вместе с Флэнни вернуться назад. То есть, получается, кто это поднялся? О'Коннелл тащит. Да, 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 О'Коннелл тащит, получается, Вокера. И вниз к остальному отряду, и тогда Келли вместе с Флэнни тоже будут замыкать. Если ты идешь, ты еще, может, оглядываешься на этих волков. То есть, я хочу идти, знаешь, чуть ли не задом, то есть, осторожно, и высматривать, нет ли никаких тварей, которые бы догоняли нас. О'Кей. Ты идешь, осматриваешь все очень внимательно. Очень плохая видимость. О'Коннелл. Да, практически ночь. И все, что ты видишь, ты не видишь, что кто-то движется за вами, но ты видишь, что эти тушки как будто становятся все меньше. Как будто проваливаются, как будто тают прямо на земле. О'Кей. Хорошо. Вы в какой-то момент воссоединяетесь. Уокер, ты чувствуешь, как у тебя сжет вместо укуса. Ты чувствуешь, как оно как будто разъедает тебя. Что-то они очень сильно потрепали меня. Уфлин. Да, да, да. Он начинает достать грязную, грязный бинт, начинает перевязывать. Не, 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 надо чем-то промыть. Черт. Ром. Ром, это максимум, что у меня есть. Он достает флягу, выливает. Он, наверное, жжет очень сильно. Начинает тебе перевязывать. На фоне все еще слышны выстрелы. Ага. Монтгомери, который здесь все это время сидел. Что там произошло? Что там произошло? Флейни, что там произошло? Волки какие-то. Они в какой-то момент я увидел, я увидел бошей, которые с ними стрелялись. И потом несколько из них, наверное, унюхали меня, побежали. Я начал в них стрелять. Пуля за пулей, как на учениях. Волки. Десять пуль в минуту. Но у них такие рожи. Это не волки. Укус волка. Ничего страшного. Оправитесь. Так вы сказали, что просто волки. Чего мы испугались так? Чего вы испугались? Другие волки. Что вы сказали, солдат? Я сделаю вид, что я этого не слышал. Так. Нужно спуститься ниже к лагерю Бошей. Осмотреть там все и возвращаться назад. Все. Выполнять приказ. Вы хотите идти прямиком в лагерь Бошей? Это самоубийство. Осмотрим его сверху. Мы же наверху. У нас выгодная позиция. Правильно? Да, сэр. Вот и все. А что мы увидим ночью, сэр? Вы же сказали, костры. Зарисуем костры, вернемся назад. Правильно? Да, сэр. Да, сэр. Выдвигаемся. Вы движетесь выше по этому склону, я правильно понимаю? Ну, то есть, да, наверное. Я просто географию плохо понимаю сейчас. Я так понимаю, что была гора. Да. Скалистая с одной стороны, с другой стороны более. Апологая. Да, на пологом склоне находится лагерь Бошей, правильно? Их там нет. Боши находятся у Скалиста. Я понял. Грубо говоря, здесь она Пологая. Тут вы забрались. Тут идет траншея. И вот здесь вот сейчас идет где-то перестрелка. Ну, и это наверх. Это вниз. Вы... Это вот сейчас наверх где-то вот тут вот будет. Обогнем их с фланга, может быть. Да, верно, солдат. Вы поднимаетесь по этому склону. В этот момент вы добрались до утеса прямиком, с которого видно. Вы видите, очень мало. Буквально несколько огней, фонарики светят. Возможно, буржуйки видно даже отсюда. Эти импровизированные в стенах. Стрельба все еще продолжается? Стрельба... Когда вы выбираетесь наверх, стрельба в какой-то момент прекращается. И вы видите, как зеленая ракетница зажигается и начинает лететь вверх. Вопрос. Как офицер, я могу знать приблизительно хотя бы значение сигналов противника? Ну, то есть, это по-любому, блин, в какой-нибудь, не знаю, в каких-то докладах и так далее. Думаю, нет. Ты не представляешь себе, что бы могло это значить. Ну, ладно. Я бы мог бы бросить на наблюдательность и что-то там поменится интересно. Да, скажем так, ты бы мог это сделать. На самом деле есть еще Джонатан Вуд. Он, это тот, который связист, тихоня. Он отлично знает и итальянский, и немецкий. У него есть обостренный слух. Он может, он все время из-за того, что боится темноты, он старается закрыть глаза и ориентироваться на слух. Ты хочешь послушать, что говорят? Да. Я хочу услышать, может быть, кто-то что-то орет или что-то подобное. Окей. У меня 9 из 13. 9 из 13. Окей, сейчас вернемся к тебе. Брось ты на внимательность тоже. Скажем так, если ты вслушиваешься... Обостренный слух пятого уровня и персепшн длина. Окей, обостренный слух тебе дает плюс 5. Да. Проходит. Окей. 12, 17. Ты всматриваешься в сторону лагеря. Да. Ты всматриваешься вниз. Ты видишь, там они... Ну, может быть, даже берешь оффлайн на какой-то момент его трубу эту подзорную. Ты видишь, что их траншеи пока что еще в не самом лучшем положении, так сказать. Они пока что еще только их копают. Они вешают колючку. Большинство из них сейчас работает. Видно, что... Скорее всего, за несколько дней эти траншеи будут полностью боеготовны. И пробить их будет сложно из-за географии этого места. Так как оно узкое. Ага. Ты вслушиваешься. И ты слышишь следующее. На немецком, соответственно. Отрывки такие, просто фраз. У нас здесь все. Опять, наверное, с севера повылазили. Надеюсь, в следующий раз не на нашей вахте будут. Вуд подходит к Монгомере. Сэр, разрешите обратиться? Да, да. Докладывайте. Я слышал разговоры фрицев. Они говорили, что с севера повылазили. Я смею предположить, они говорят о тварях, от которых отбивались О'Коннелл и Уокер. Что за чушь? Я достаю свою флягу, откручиваю, выпиваю воды. Так. Что на севере? Клевать. Волки, вы же сами сказали. Спустимся вниз к лагерю. Они сейчас отвлечены, правильно? Да, они там расстраиваются сейчас. Все, с траншеи... Прекрасно. Спустимся вниз к лагерю. Который сейчас час? Часов в шесть вечера. То есть солнце как раз село, стемнело максимально сильно. Подберемся поближе. Рассмотрим все. Правильно? У них будет смена караула. Как раз подходящее время. Отсюда мы все равно ничего не видим. Спустимся вниз. Все как следует рассмотрим. И вернемся назад. С выполненным заданием. Правильно? Черт. Да, да, лейтенанты. Хорошо. Выполняем ваш приказ. Нам всем стоит лезть? Или может быть? Так. Вуд, вы пойдете с нами. У вас... Вы пойдете с нами. Флениган, пойдете с нами. Так. Вольд, останетесь. Вы ранены. Нет, прис... Прикройте нас сверху. Хорошо. Я буду присматривать за Ллойдом. Флинн говорит. Отлично. Коноул, вы тоже с нами. Оставим им сюрпризы. Так, точно, сэр. Репризы? Взрывчатку. Взрывчатку. Что с вами? Так. Хорошо. Клифф, вы тоже с нами. Да, сэр. Все. Давайте отдохнем немножечко. Вы знаете немецкий. Когда... Когда у них смена караула? Подскажите нам. Да, так точно. Подскажу. Все. Спускаемся. Вы хотите спуститься по пологому спуску и обойтись сзади? Окей. Наверное, Вуд в таком случае все время, пока он будет ползти и скрытно это делать, максимально будет вслушиваться в разговоры и стараться узнать или услышать что-то полезное. Окей, с утесами. То есть, что внизу происходит. Да, да. Окей. Можешь бросить на слух, собственно. Но минус два, так как это сейчас далеко уже будет довольно. Все равно пятнадцать. Келли тоже спускается вниз. Угу, окей. Двенадцать. Окей. Вы ползете по... по этому утесу. Снизу слышно время от времени хохот. Время от времени какие-то истории рассказывают. Это обычный... обычная жизнь окопная. Ничего особенного. Но в какой-то момент ты начинаешь вслушиваться все больше и некоторые такие фразы просто цепляют тебя. Снова... Кто-то снова что-то сказал о севере. Кто-то сказал... твари. Кто-то сказал, как нечисть. Кто-то сказал... итальянская нечисть. Кто-то сказал... кто-то сказал... из деревни. Чтобы это все не значило. Это просто отрывки, которые проскакивают, пролетают в разговоре между несколькими солдатами, которые судя по всему обсуждают события, которые только что произошли. А что-то про караул я слышу. То есть, может быть, кто-то как раз проходит через траншею для того, чтобы сменить. Или говорит о том, что заступаю на пост, да иду тут, там. Да. Скажем так, они говорили, что у них будет смена караула в семь вечера. Через час. Уже через пол, я думаю. Сэр. Разрешите доложить. Смена караула через... через полчаса. И... и... они все продолжают говорить о тварях с севера, сэр. Какая разница? Ждем час и подходим ближе к окопам. Какие твари? Они говорят, что это какие-то итальянские твари из деревни с севера. Вот смотрят. Итальянские твари? Что за здоровье? Вы знаете, о чем они могут говорить? Нет, понятия не имею. Ну, но... Аконнелл... Отставить, твари! Обычно от этих стрельб все животные разбегаются. Вот именно. Чем подальше. Ждем пересменки и подходим к их позициям. Келли, зайдете... Зайдете в окопы. Так, что касается вас, Уокер, пойдете следом за Келли. Хорошо. Выдвигайтесь дальше. Что мне прикажете делать? Так. Аконнелл. Аконнелл, пойдете следом за Келли и Уокером. Оставите взрывчатку. Заминируйте там все к чертям собачьим. Есть заминировать все к чертям собачьим. Отлично. Да, и, кстати, если найдете карты или что-нибудь в этом духе, принесите все сюда. Отлично. Буду, останетесь со мной, будете слушать. И докладывать. Все, до каждого слова. Но больше ни слова об этих глупых тварях. Так, так. Севера. Точно. Все. Выполнять. Итак, кто движется вниз? Так, вниз идут Келли. Идет Клифф. И Дик Оконнелл. И Оконнелл. Окей. Вы спускаетесь все ниже. Флениган остается, насколько я понимаю, с Монгомери. Он уже снайпер. Да, он будет прикрывать. Там и Ллойд сверху. А наверху Ллойд и... И, наверное, Оконнелл пока... Ну, извините, у нас три группы, получается. Одна на самом верху. Одна где-то посередке, которая ближнего прикрытия. И одна группа заходит в трешей. Да. Окей. И Оконнелл, наверное, пока ползет, он много шипит и чертыхается. Дерьмо, опять какие-то камни в рану лезут. Стрелись. Вы сползаете вниз по этому склону. Да. Келли, когда спускается пониже, если здесь есть где-нибудь, знаешь, эти воронки от снарядов, ну, по-любому, что есть где-то рядом, или, может, знаешь, кострища какие-нибудь, которые здесь жглистые, солдаты, я хочу подобраться к такому, который еще хотя бы чуть-чуть леет, или, ну, неважно, где есть зола, набрать золы, жменью полную и растереть лицо золой, чтобы у меня лицо было полностью покрыто сажей, получается, черт, чтобы тебе было хуже видно. Советую сделать так же. Ради бога. Клифф, наверное, наденет маску просто. Окей. Только такие глаза круглые, знаешь, которые так чуть перекривленные. У него на спине бак, которым наполнено горючее. Угу. Расползаете. Это довольно дальнее расстояние, метров 300. Подползаете, осматриваете все вокруг. Я предполагаю, что вы его осматриваете. Ну, да, да. Келли, наверное, первый ползет, потому что он привык к этому дерьму, когда залазить в траншеи вражеские. Келли осматриваешься, ты видишь, что здесь уже неподалеку есть санитарный пункт. Там куча раненых снесены. У многих не хватает конечностей. Ну, понятно. Многие из них кричат. Разные фразы на немецком, я предполагаю. Никто из вас тут не понимает их. Нет, Монтгомери Ломана говорит, но Келли... Зачем Келли этот язык? У него есть один язык, язык войны. Он-то и английский плохо знает. Хорошо, я смотрю в ту сторону, где... То есть там понимаю лазарет. Я хочу в другую сторону, то есть уйти от лазарета, выискивать, знаешь, может здесь есть что-то похожее на... То есть какое-то место, где мы могли войти в траншеи, то есть где может быть еще недооборудованы сами окопы, и нет еще гнезд пулеметных и так дальше. Брось на внимательность. А можно как-то помогать? Скажем так, ты можешь, если ты знаешь, что Келли делает, если он это озвучил, если ты понимаешь, что он делает, то ты можешь... Вглядываться вместе с ним, может быть, подсказывать вот там есть то, там есть то, и тогда Келли получит плюс... Келли проходит. Окей. Тогда ты находишь просто, ты видишь, как есть небольшой спуск, углубление в землю. Еще даже без обивки этой деревянной просто... Соткнись. Причем. Это место подойдет. Идем туда. Я хочу, знаешь, подобраться к краю самой траншеи и просто свалиться вниз, знаешь, туда, то есть не залазить по грязи туда прям. Окей. И тогда вставь, дробовик за спину, с одной, то есть вытащить из-за пояса, вытащить дубинку, просто деревянную дубинку, то есть на болдашник которой просто насажен окованный, то есть это болт обычной... Ключей проволокой? Нет, 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 это типа как гайка, это типа гайка здоровенная, которая молотом сплюснута по краям, и там, ну грубо говоря, это как что-то вроде шестопера самодельного такого. А в другую руку он берет револьвер, свой револьвер. Вебли. Вебли. И в одной руке дубинка, в другой револьвер, и он тихонечко начинает идти вперед, пригибаясь по траншеи. Псс, со мной, возьми пистолет. А подарки где оставлять? Я скажу, когда. Наверное, О'Коннелл, у него нету пистолета, он просто берет сразу же гранату. Окей. Это последний момент, что ты делаешь. У меня нет пистолета. Винтовку возьми. Встань сзади. Да. Продвигаетесь через эти окопы. Поворот за поворотом. Просто 90-градусные такие. Вы хотите как-то вслушиваться? Да, конечно. У Келли есть чувство опасности ведь? Да, да, да. И у О'Коннелла тоже. Окей. Келли, доходя до каждого поворота, останавливается, несколько секунд слушает, потом тихонечко выглядывает, и потом опять заходит в поворот. Окей. 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 За каким-то из поворотом ты чувствуешь, что тебя ждет что-то плохое. Вы обои это чувствуете на самом деле. У меня дубинка на ремешке кожаном, знаешь, висит на руке. Я хочу забраться в подсумок, достать оттуда на маленькой проволоке, это маленькое зеркальце, которым я брился, и аккуратно прислониться к краю траншеи и высунуть зеркальце в траншею. Окей. Ты видишь, как несколько солдат там сейчас спят, один из них что-то копает сейчас, как будто еще достраивая эту траншею, скорее всего, в вашу сторону. Сколько там солдат именно? Трое. Двое спят и один копает. Один копает. И хочу... Хочу зайти первым. Смотрю на тебя, подхожу к тебе и говорю. Да. Я займусь тем, который копает. Подберись. И у тебя есть с собой саперная лопатка? Да, конечно. По шее спящему? Хорошо. Я беру дубинку, револьвер и аккуратно начинаю тихонько заходить в траншею и идти к тому, который копает. Окей. Я буду сзади красться тоже к спящему. Саперная лопатка? Да, да. Окей. Сделайте мне проверку на скрытность в таком случае. Если у вас нет скрытности, то это будет ловкость минус 4. Есть, конечно же, скрытность. Так. 10 у меня. Я не прохожу. 10 из сколько? Ага, не проходишь. Окей. Я прохожу. Окей. Ты подкрадываешься. Ты слышишь, как Уокер просто плюхает ногой по воде и солдат оборачивается, который копает на тебя. И я сразу, да, хочу его просто ему по черепу просто дубинкой. Окей. Он даже без каски. Угу. Потому что он не на передовой сейчас. О, проходит. 9. Так. И мой тренч батон наносит д6 плюс 4 урона от дробящего. 6 урона от дробящего по голове. Окей. Ты бьешь ему по башке. Он от удара резкого просто плюхается на землю сразу же. Ты видишь, как он в сознании. Но он явно не ожидает. Он в какой-то момент начинает просто... У него как будто дар речи отобрал. И он начинает дергать тех, которые спят. Я понял. Я хочу, как только он падает, я понимаю, что он не вырубился. Я хочу револьвер. Я хочу упасть ему на грудь и револьвер приставить в подбородку. Показывать. Тихо, тихо, тихо. Окей. Он пытается тебя сбросить. Давай сделаем встречную проверку силы. Угу. Угу. У-у-у, я проваливаю бросачок. А я прохожу. Угу. Он в какой-то момент просто сбрасывает тебя и начинает дергать одного из ближайших. Ты что ты хочешь делать? Что ты делаешь? Да. И я на самом деле оконул. Да, конечно. Он сказал ему, что делать. Мне никто не сказал, что делать. Конечно оконул. Стой здесь. Я нацепляю штык-нож на винтовку и иду просто тоже туда. Окей. Ты хочешь ворваться просто. Да, я хочу ворваться и одного из спящих, на которого не идет мой товарищ, тоже попытаться. Штык-ножом в шею. К этому времени ты уже можешь нанести удар на самом деле. Сколько наносит саперская лопатка? 1D6, минус 1 пусть будет. Минус 2. Он спит, кидать на попытание. Он спит. Я думаю, так как он спит, ты его просто убьешь. Типа на самом деле, если попадешь, попробуй попасть чисто из-за паники, но с плюс 4. Эээ, ну ловкость, да? Это на силу. На силу. Сила минус 4, но плюс 4 за счет этого. То есть просто твоя сила. Просто моя сила, а у меня сила 14. Эээ, так, 11, 16. Ты знаешь, ты замахиваешься, возможно, немножко сильно взял, эээ, как это, замах, и твой рюкзак просто тебя начинает перевешивать, ты замахиваешься и просто бьешь рядом с ним. Ммм. Ммм. Даисаш, ты к ножом врываешься. Что ты хочешь сделать? Ммм, то же самое. Так, это плюс 4? Это минус, это просто ноль будет. У тебя есть ближний бой? Ммм. Тогда просто ноль. Боя сила. Ммм. Ммм. 11 из 10. Ха-ха-ха! Ты, ты знаешь, ты разбегаешься, но так как он лежит и спит, ты просто, там подушки не было. Ага. Ты просто в стену, в дерево этого окопа забиваешь. так и сейчас вернемся на гору да хорошо уокер младший или старший кто остался наверху младше на самом верху пробрось пожалуйста свое здоровье минус минус 4 на сколько переброс 1113 уже три уже 11 и есть при просим будет подавать да да давай я использую переброс у нас три переброса было 9 не все не проходит маке уокер получает еще 11 урона ты чувствуешь он чувствует как у него начинает сжечь что минус 25 а сколько максимум 10 10 окей ты чувствуешь как у тебя начинает сжечь будто это все разъедает тебя он снимает китик ты снимаешь его флинт смотрит на это все там просто что там блин дыры в тебе он тебе это не говорит хорошо уокер все хорошо он начинает просто перемотать тебя этим всем как на бинтом перебинтовать перебинтовать какой-то момент ты просто теряешь дыхание умираешь и на этом мы сделаем небольшой перерыв в пять минут ребятки и сейчас мы вернемся братец привет и мы снова вернулись я напомню о том что все сообщения за донат которые вы прислали мы зачитаем в конце игры оставайтесь с нами наша игра продолжается и мы вернемся да я я хочу одну маленькую ремарочку надо и парочка я хочу сделать я хочу сделать маленькую ремарочку я просканил чат на перерыве там люди спрашивали а что на итальянском фронте были немцы да возвращаемся в игру собственно в самую гучу событий в вашу траншею в которой вы сейчас находитесь вы видите как три немца один из них сейчас просто полу в полусознательном состоянии вас потеряв дар речи просто ковыряется по карманам пытаясь что-то найти двое из них проснулись сейчас только-только понимают что происходит что вы делаете у вас есть как минимум один ход для того что с ними сделать я я хочу выпустить из руки револьвер который сейчас типа я не хочу подымать шум я выпускаю из руки револьвер достаю свой траншнайф траншейный нож хочу перехватить его поудобнее поскольку я на этом парне лежу я хочу начать его колоть ножом по печени по почкам куда-то туда в бой если ты это делаешь ты сверху тебя преимущество это будет плюс четыре думаю для того чтобы его резать проходит окей так траншнайф мой траншейный нож так 4 ты видишь как он начинает плыть и он пытается каким-то образом еще держаться в сознании и он проходит и он все еще сознание и дальше пытается как-то что-то найти у себя в карманах я шиплю я шиплю клиффу я к саперской лопаткой который я промахнулся и вынять и второй раз окей ты можешь это сделать так как ты уже наверно немножко пришел в себя в это после этой ситуации ты можешь это сделать с преимуществом и причем я пока это дело я пытаюсь заткнуть ему рот рукой гербан и шумел так ровно четырнадцать четырнадцать окей ты попадаешь наноси урон до 6 зуберская до 6 минус 1 5 окей окей ты 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 бьешь по нему ты попадаешь ему в руку ты видишь как кровь начинает сочиться и это как просто как взбадривает его моментально он вскакивает и пытается что-то найти у себя в кармане в том точно так же какие тот который сейчас на земле что же делаешь ты на самом деле у меня нет особо много сил для того чтобы их убить но я хочу сделать так чтобы он короче я хочу не давать ему вставать и грубо говоря пригвоздить его и получается винтовку засунуть куда-то в район его у него это будет у тебя будет плюс 2 вот так у тебя нету драки это будет минус 2 суммарно короче с минус 2 минус 2 переброски у меня есть переброс у нас есть переброски переброс на проходит все это будет точно также до 6 минус 1 кстати это же все-таки проникающие ранения правильно они у модификатор какой-то там типа полтора что такое правило может быть пусть будет будет полтора но там это все равно будет один окей ты видишь как он вот-вот начнет орать ты что-то будешь предпринимать для того чтобы так я это и предприняла я ему оружие в глотку хотела запихать ну ты ему попала скорее всего с таким уроном где-то наверно в район бедра может быть включить суши честно согласен хорошо да я буду что-то предпринимать я буду пытаться заткнуть его в таком случае рукой какие-то будет уже отдельное действие в таком случае сейчас будет ходить они ты видишь как тот который под тобой он достает нож и пытается в тебя его вонзить я буду пытаться парировать эту атаку у меня 13 и это не проходит не проходит не проходит просто светится уже лезвие отбивается я пытаюсь его там прикрывать ему ладонью рот перехватываю другую другую руку значит короче такая возня у нас получается потом катаемся наверно по полу траншеи в грязи тот который потом возле тебя он дурается по карманам он достает револьвер наводит на тебя и просто это то что он успевает сделать тот который с тобой он точно также достает траншейный нож и пытается тебя ударить ваших ваши ходы что вы будете делать я в этот момент когда перехватил его руку я хочу использовать для того чтобы я понимаю что слишком долго тяну и я хочу траншейный нож ему в глаз забить давай проходит окей наноси урон так но это все равно два урона получается окей ты видишь что ему он ему очень плохо он теряет кровь и там сейчас то делать собственно он проходит а у него шок да у него шок он не проходит ты видишь как он ты его начинаешь просто ранение за носить ему в грудь в какой-то момент ты попадаешь просто в глаз ему и он начинает оседает под тобой сваливаюсь с него пытаюсь нащупать в грязи револьвер не могу пока что его найти в темноте и просто пытаюсь понять что происходит здесь есть лампа масляная масляная к это все равно я думаю масляной лампой нифига не увижу в грязи где-то мой револьвер я пытаюсь понять просто что происходит чтобы знать что делать дальше на самом деле ты видишь прекрасно обстановка которая здесь происходит что вы делаете он направляет на меня револьвер я хочу еще раз его саперской ему окей давай там никого не скажем так так как он стоит с револьвером просто и и он все еще в лежачем положении у тебя будет плюс 2 окей 12 из 14 проходит на 16 56 минус 11 5 окей ты видишь что он какой-то момент ты попадаешь ему делаешь надрез на шею он начинает как будто терять сознание тоже что у него тоже штраф и ты видишь что он в какой-то момент просто начинает терять кровь у него начинает сочиться он держится бросает револьвер начинает держаться за шею и в какой-то момент перестает двигаться происходит следующее из-за того что у меня болит плечо да и в принципе изменят тот еще борец я хочу взять винтовку и получается при обойти его вокруг и прижать его просто прикладом кровати и шипеть ты ты держишь его я хочу прикладом просто прижать давай ты сделай атаку обычную рукопашную минус 2 а я сделаю я пробую вернуться есть еще переброс или нет лучше нет есть есть последний переброс но если он сейчас начнет орать наша разведка пойдет в жопу так разведка не идет в жопу 7 из 8 ты попадаешь ты забиваешь ему просто приклад своей своего энфилда в глотку он пытается он что-то мычит и пытается забить тебе в шею ложь я знаешь подскальзываясь в дерьме пытаюсь добежать до 6 и это точно так же 4 урона ты получаешь я могу что-то сделать ты можешь попробовать увернуться на самом деле это нужно пробросить 8 он забивает тебе наверное куда-то в район груди нож начинает дальше бить ножом этим же у тебя сейчас напомню шок это минус 4 на все твои пропадки в следующей проверке отлично ваше хода так я подскальзываясь в грязи добегаю до добегаю до кто это будет добегаю до оконала знаешь и замечаю этого парня что он достает нож попадает по воду и я хочу под подпородок в шею ему нож загнать да у тебя будет плюс 4 думаю потому что он не ожидает проходит 34 урона он он ранен но он пока что относительно то есть ранение которые вы ему наносите они пока что больше как порезы царапины ссадины я понял уокер ты что-то делаешь я хочу он последний остался я хочу его подойти и схватить его и душить он сейчас внизу то есть я его сейчас душу грубо говоря прикладом лопаткой ладно лопаткой давай лопаткой значит у меня 8 с 14 окей и давай бросай на урон 1 минимум 1 ты ты бьешь его лопаткой ты видишь как просто надрезаешь ему немножко кожу и его одежду он все еще пытается дальше лопаткой пусть хотя бы ухой вот и тебя конечно же ты сейчас на нем наверху и он просто ножом пытается это тоже пенальти да у него зашел минус 4 это будет он попадает попадаться и он начинает просто межребер тебе забивать удар за ударом 1 минус 8 минус 8 лица из груди оконула и окон в какой-то момент просто дает свои позиции и приклад начинает ослабевать во рту этого боша что вы делаете дальше его буду бить лопатой давай плюс 4 так проходит 11 окей так я так я понимаю что оконал поплыл я хочу оттолкнуть оконула просто от этого чувака чтобы знаешь из из под вот этого знаешь градоударом вытолкнуть его и хочу я продолжаю делать то что я делаю пытаюсь кинжал в самые болевые точки куда-то загонять в темноте так пропадаю о 7 урона ты видишь как он начинает плыть уже он постепенно вырубается ты наверно дальше забиваешь его кинжал в этот момент он просто перестает дышать и и падает замерто и продолжает лежать замерто окону я подбегаю перевалюсь к конову наверное окон лежит держит руку за китель и там просто расплывается такое багряное пятно он мертв или как что он очень смертельность он вырублен это точно это наверняка может если я и по моему я умираю или нет да я думаю ты все таки поэтому да поэтому скорее он умирает и ты видишь как его глаза просто беспорядочно бегают пытаясь найти что-нибудь и я подхожу все нормально нормально браток все нормально я тебя сейчас вытащу все классно я хочу достать свой перевязочный пакет я понимаю что типа срываю перевязочный пакет беру укол морфия и просто куда-то в двину загоняю укол морфия сейчас отдохнешь мы тебя вытащим там санитар все просто останавливается и больше не течет когда будут открыты тебе ворота в царство небесное давай я знаешь снимаю снимаю взрывчатку швыряю тебя я беру на самом деле я могу даже сделать есть винтовка гранаты дымовые гранаты простые я гранаты забираю ты звучат знаешь возьми обоймы с ног и винтовку захвати я беру окону оттягиваю знаешь куда-то за поворот траншеи оставляю присаживаюсь еще споем с тобой стою и ухожу куда вы дальше двигаетесь господа как только мы порешали этих ребят я хочу отыскать свой револьвер в грязи нахожу прячу тоже за пояс выглядываю в соседнюю траншею пытаюсь высмотреть где здесь какой-нибудь знаешь или капониры какие-нибудь или блиндажи где более четко было бы понятно что это какое-то хотя бы что-то похожее на какие-то казармы или чтобы на какие-то блиндажи брось на внимательность о хорошо 9 9 из 10 ты вылазишь ты всматриваешься в эти окопы в траншеи ты видишь небольшой спуск под землю сверху покрытый каким-то дерном что ли и это скорее всего чья-то комната возможно даже личный состав там сейчас находится и мы пока по траншеи хотим туда добраться я правильно понимаю вы хотите взять взрывчатку забросить просто туда и мы хотим понять что там если там есть личный состав то там мы так и сделаем если там нет личного состава если это что-то вроде как блиндажа офицерского или казарма лишь что-нибудь еще где могут быть какие-то сведения мы хотим туда зайти и забрать карты что что угодно окей вы двигаетесь бросьте пожалуйста на скрытность и меня у меня проходит тоже вы пробираетесь по по этим узким коридором если это можно назвать коридорами в какой-то момент упираетесь просто в стену что вы слушаетесь всматриваетесь и я хочу прислушаться бросаем внимательно этим временем зеркаль там там есть я так понимаю что вход завешен какой-то тряпкой или чем-нибудь еще оттуда во первых свет есть голоса шум запах есть какой-то голос он на немецком ну очевидно ты его не понимаешь как работает чувство опасности если там есть засада или что-нибудь такое то кинь за меня на perception пройдет ты мне скажешь туда войдет я больше сложности не проходит не проходит меня 11 это проходит окей а ты внимательность ты бросал уже на смотр зеркальца я сейчас хочу тихонечко да ты вслушиваешься что происходит внутри и там несколько голосов трое может четверо их голоса очень похожи для тебя и это в принципе то что они все на немецком это конечно же говорят и то есть ну ты не понимаешь что они говорят там несколько человек давай туда им швеню гранат я стою поскольку мы сняли с уклонного граната я даю тебе 2 мк 1 сам беру 2 мк 1 вы берете дымовые или я беру связку вытаскиваю кольца я думаю даже ничего бросать надо потому что вы просто подготавливаетесь к этому вы закатываете может быть кто-то забрасывает гранату через какой-то момент происходит один взрыв 2 3 4 даже даже голоса не было слышно никакие крики ничего они скорее всего умерли моментально и после этого вы слышите как в лагере как будто кто-то начал что-то говорить что-то покрикивать и мы тогда я хочу чтобы мы пробежались я хочу чтобы мы бежали дальше по траншеям вдоль может быть каких-то знаешь блиндажей пытаясь понять что там и но так чтобы держать в поле зрения знаешь выход из траншей то есть чтобы понимать типа вы хотите бежать вглубь да я хочу то есть ну все таки задача понять что сдаться на руки заглядывая внутрь этого блиндажа предполагаешь вы хотите это сделать а мы заглянем вы заглядываете вы видите что там было несколько кроватей штук 10-20 есть какие-то записи допустим стол вы хотите зайти вовнутрь времени мало ну давай быстро давай быстро ты забегаешь во внутрь ты видишь что здесь огромное количество каких-то личных вещей есть оружие в том числе есть огромное количество патронов местами даже консервы еда какая-то есть одно зеркало которое сейчас разбито и несколько человек которые судя по всему спали штук пять-шесть сейчас разорваны на клочки и несколько человек судя по всему сидели за назван на табуретках просто и общались играли в карты на полу это как казанма была это не как какая-то команда ладно хорошо там выбегаем сразу будем дальше окей вы бежите дальше вдоль этой траншеи в какой-то момент ты видишь то спереди далеко-далеко вы в темноте сейчас но спереди с лампой идут несколько солдат вам навстречу наверно ныряем куда-то в дружелю из блиндажа и какой-нибудь откуда нету шума и света в первую очередь то есть окей бросьте на скрытность для этого проходит не проходит не проходит ты заползаешь быстро в этот гараж там темно там темнота ты слышишь кто-то храпит здесь ты ты за за немножко спотыкаешься деревянный настил в этом в этой траншеи внизу падаешь давай так брось на ловкость чтобы успеть заползти просто резко в просто ловкость твоя чтобы успеть заползти в сейчас в этот блиндаж 15 не проходит окей ты слышишь как голоса все ближе 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 какой-то момент они что-то кричат на немецком очевидно те которые бегут под расширяя да что вы будете делать они кричат явно тебя заметив хорошо я я хочу дымовую шашку куда прям у себя прям у себя рядом окей окей или нет знаешь типа перед ними откуда они могут выбегать окей брось на метание у меня есть метание проходит пять шесть из двенадцати ты достаешь она начинает дымиться у тебя в руке ты бросаешь сторону них ты видишь какая они не понимая что происходит они быстро начинают шариться по карманам и пытаться одеть противогаз что ты делаешь я хочу встать и побежать за келлиф окей вы внутри у вас буквально счет на секунду сейчас здесь темно это сквозная сквозной блиндаж ты не видишь да наверно я я тихонько буду идти вперед если здесь полностью полностью темнота я буду тихонько идти вперед меня в одной руке револьвер в другой меня этот дубинка траншейная я иду и знаешь на ощупь трогаю чтобы знаешь не напороться ни на кого буду идти просто вперед буду идти нащупывать перед собой дорогу потому что она я предполагаю что это сквозной типа блиндаж окей вернемся наверх в этом слышите наверно ты какой-то момент вы слышите как оффлин прибегает держа в руках этот пулемет шоша смотрит локер умер лейтенант его что-то разъело изнутри возможно эти существа они чем-то больны смысле язва гангрена о чем вы похоже на гангрену но я не знаю что это не то это что-то новое ставили солдата там он мертв чудище севера который заткнись и внизу уже слышен взрыв еще нет они должны скоро вернуться зарисовывать расположение костров все что угодно траншеи все что видите зарисовывайте и один из блиндажей просто взлетает на воздух там крики да вы слышите как сразу начинают лагерь ожил просто вы видите как по траншеям буквально через несколько секунд начинают бежать по два три четыре человека в сторону взрыва наверное они сейчас будут уходить все в порядке дождемся их сейчас все в порядке лейтенант вы трясете вы мешаете мне зарисовывать успокойтесь пожалуйста прошу прощения может на самом деле будут реально попытаться зарисовать но сейчас так как был взрыв какие-то элементы давай так как сейчас темно ты боишься темноты все взрыв да все это можешь бросить на интеллект минус 6 надо над лагеря мать осветительные запускают я наверно все что можешь а это один взрыв там где мы зашли полтора костра окей вы вы наверху что-то пытаетесь предпринять фланган тут стоит нужно их дождаться нужно дождаться может быть выдвинуться на помощь сэр разрешите помочь им огнем отсюда вы привлек привлечете к нам внимание ну возможно я хотя бы помогу запрещаю да сэр ждем их ждем их если ждать будет уже некого возвращаемся вниз ты идешь на ощупь давай скажем так я брошу 1d6 если или давай лучше ты брать 1d6 1 2 3 ты находишь проход 4 5 6 ты гремишь я натыкаюсь на спящего да ты идешь на ощупь поэтому момент ты слышишь что твоя рука в твоей руке какая-то то ли ткань то ли тело я единственное что знаю по-немецки отхожу немножечко в сторону и иду дальше отхожу отхожу какие-то знаешь фразы ну то есть я не говорю по просто не знаю что не знаю чтобы эти фразы звучали правдоподобно у нет 14 начинает мешкать ты слышишь как он начинает тебе говорить на немецком явно со злостью ты слышишь он тянется зачем-то ты слышишь как его рука протягивается чувствуешь может быть даже я понял и я в этот момент хочу траншейной дубинкой хлопнуть по руке чтобы сломать ему кисть и и крикнуть и крикнуть и крикнуть клиффу правильно крикнуть клиффу окей давай это будет плюс 4 даже учитывая то что здесь темно это будет плюс четыре он чувствует где рука до нас 15 попадает попадает окей наноси просто урон я думаю что ты руку просто ломаешь так он это даже не ожидает не очень ломаю на самом деле но пять урона наношу окей над бэд я думаю что ты ломаешь я бью со всей силы чувствуешь как хрустит что-то внутри как его рука выгибается в другую противоположную сторону бросаюсь просто уже уже не пытаясь нащупывать дорогу знаешь руки вперед выставил чтобы не наткнуться на колонну я просто пытаюсь держать курс на я думаю что ну если у тебя если хочешь тебя будет наверняка лампы или фонарь какой-то хорошо да я после того как я бью я достаю фонарь и зажигаю этот фонарь и с револьвером бросаюсь вперед просто и пытаюсь найти выход ты видишь ты видишь как келли да он бежит быстро по по этой траншеи по блиндажу ты видишь как солдат одни одна единственная кровать здесь находится сейчас в этом блиндаже он он лежит его рука выломана в другую сторону он начинает визжать орать просто что ты делаешь я пробегаю просто с рядом с ним бегу прямо где келли на огонек который да что у вас наверху лейтенант позвольте помочь они могут не справиться я же приказал мы сидим здесь и что они должны вернуться а если они не вернутся тогда мы просто уйдем мы и так достаточно выполнили что мы нашли их расположение и так знали что они здесь находятся миссия не выполнена видишь как я фланган сэр разрешите вести огонь по 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 бошам клини я это сказал тебе ты привлекешь к нам внимание да сэр просто сидим вы видите как по по копам по траншеям блиндажам просто как пчелиное гнездо разворачивание начинает сбегаться в сторону взрыва этот момент вы видите как со стороны судя по всему санитарного пункта несколько вооруженных солдат двигаются в другую сторону в сторону траншеи собственно тоже окей возвращаемся вниз ты бежишь просто через лабиринты этих узких низких коридоров в этот момент приходится пригибаться какой-то момент ты доходишь до развилки право-лево ты ныряешь вправо бежишь 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 ты видишь как спереди масляная лампа светит а я не останавливаясь бегу и в масляную лампу весь барабан окей давай быстрее стреляй бомби по этой масляной лампе так первый выстрел попадает второй выстрел попадает минус 6 правильно это надо 8 не попадает за два выстрела я наношу из вебли 2д минус 1 6 урона и 8 урона 8 ты стреляешь лампа в какой-то момент просто падает ты видишь как возле лампы начинает растекаться маленькая лужица кроме просто голова какого-то человека сейчас там собственно а я передаю тебе фонарь и начинаю перезаряжать на ходу бегу и заряжаю патроны в револьвере вы бежите по ты что-то хочешь делать ну если нет врагов ничего не делаю просто светить куда нам надо окей вы вы все вперед выбегает а за ним перезаряжали вы убегаете я еще одну развилку прямо и направо куда ты хочешь бежать направо это выбегает движешь какой-то момент ты видишь что вы забегаете с фонарем не предполагаю вы забегаете в комнату очень с низким потолком огромное количество двухъярусных кроватей здесь сейчас и на многих из них сейчас спят боши они нас замечают вы прячетесь вообще я думаю они я думаю они из вас замечают сразу потому что стрелял просто и этот рокот раскатился просто наверно по всем тоннелям но много метров даль я хочу взять я наверно заряжаю ты сплавишься в двери я заднюю спину и мы вдвоем да да я я хочу у нас еще остаются гранаты наверняка ты хочешь куда именно прямо прямо туда им сказали окей давай скажем так там 10 двухъярусных кровати сейчас в ряды выставлены казарм очка хорошо 9 11 ты ты бросаешь гадавич как она закатывается до скатит стучит по не стучит пол наверное точно такой же грунтовый да какой то момент происходит взрыв просит мне пожалуйста на это чтобы не быть оглушенными по точно да мы ведь на этом кстати вопрос это это оглушение или это вырубится я думаю это оглушено может быть одно и то же самое если у тебя есть этот же высокий баланс может использовать я прохожу окей ты видишь как кейли в момент начинает падать на землю держится за уши не кейли а уокер я знаешь я пытаюсь его подхватить за руку и затаскиваю в эту казарму где только что взорвалась граната пока там знаешь там там бардак происходит кто-то падает с верхних этажей кровати кто-то у кого-то не хватает руки у кого-то просто посещено осколками тело я хочу я хочу клифа тащить через эту казарму пока он контужен от взрыва хочу тащить его сквозь дым знаешь и вот это мерцание фонарика и пока там поседает эта вся пыль хочу его просто вытаскивать отсюда ты забегаешь в эту казарму ты смотришь наверх ты видишь звездное небо сейчас над вами потому что взрыв просто разнес потолок сейчас этого блиндажа ты видишь что это конечное строение строение и сейчас будет выход в траншею отлично все и мы выбегаем наверно тем временем что наверху да что наверху вы слышите еще один взрыв взлетает еще другой стороны уже да то есть они сейчас были где-то здесь теперь они где-то вот тут вот может быть нам стоит принять какие-то меры они возвращаются они возвращаются они немножко вглубь ушли но сэр очевидно они заходят глубже они выполняют приказ они пытаются найти что-то из я офицер здесь молчать уходим уходим отсюда миссия закончен закончена все уходим сэр куда вы хотите уйти возвращаемся куда назад мы не бросим их я приказываю вы не можете приказать нам попасть под трибунал сэр вы попадете под трибунал если не подчинитесь моему приказу понятно шли непонятно поддержи меня ты смотришь как флинг стоит сзади сэр я слышал история вас я не хочу что было как с прошлым вашим отрядом истории какие истории ты слышал мы уходим я приказываю это приказ мы не бросим своих сэр он достает револьвер я приказываю мы уходим прямо сейчас ты видишь как флинган достает свой энфилд возводит на тебя сэр я получу медаль если я продолжу эту операцию вот трясущими руками наводят винтовку сэр опустите пистолет прошу вас вы понимаете что вы делаете сэр я офицер сэр сэр я не брошу келли просто вот там вот вы знаете что они с ним сделают вы не подчиняетесь приказу прямому приказу сэр сэр наш приказ добыть информацию мы пока что не закончили на нашу операцию плевать на информацию вы хотите остаться живы или нет видишь как уфлинг стоит он наводит он наводит на тебя свой свой энфилд что мы должны подчиняться приказам получается флени и и оффлин да нет оффлинг и оффлинг он короче на стороне монгомери да я понял оффлинг с вудом как бы против нас мы либо умрем здесь вместе либо уйдем сейчас я не хочу кончить как как уокер младший я видел что с ним случилось если выбегут еще эти волки лучше уж гангрена в траншеи чем то что с ним было мы уходим прямо сейчас солдат вы поняли опустить оружие опускайте оружие солдат ты видишь как уфлинг начинают трястись руки флени мы с тобой знакомы давно мы с тобой знакомы давно я вас сейчас выстрелю уходим от следующий флени мы вернемся с войны отец поблагодарит тебя за службу мой отец на многое способен ты ведь знаешь он нашел работу для твоей матушки нашел нашел уходим флени пожалуйста у вода настолько сильно трясутся руки что он нажимает на крок давай скажем так это будет прицелин я думаю за это время ты прицелин и ты можешь выстрелить прицелин можно целиться не куда-то в руку например давай рандом накинем она все-таки держала меня на мушке давай давай 1 2 ты попадаешь в голову 4 5 6 в торс короче у меня 3 4 5 6 3 4 в торс и 5 6 в ногу она в голову целится как она голова или плеч 8 это попадает я должен попробовать увернуться тоже я в упор стою чисто логично 4 в торс ты просто видишь как тебя вспышка как будто замедленная съемка ты видишь как огонь вылетает это револьвер или это револьвер это винтовка энфилд у меня нет револьвера ну 6 до 6 урона давай в торс я знаю кто попадет под трибунал 10 16 так подожди давай 10 16 22 24 урона у лейтенанта артура монгомери два хитпоинта оставалось до этого у него минус его кто-то перед этим пулю поймал он маслину словил то есть у него минус 22 хп сразу я бросаю на чтобы не умереть чтобы не умереть у меня минус 4 из-за шока я должен выкинуть 6 и пуля прошибает просто сердце наверное попадая в грудную клетку и он стоит с револьвером знаешь он оборачивается к тебе глаза круглые и падает просто раз ты видишь как уфлин моментально бросается начинает пытаться его перебинтовать как-то какие-то уколы ему делает из этих стеклянных шприцов мы не можем бросить монгомери лежит вот может быть захлебывается в соплях прячет лицо просто в руку и продолжает держать я я я монгомери когда пуля попадает сердце он отходит падает знаешь на какой-то камень садится просто с револьвером достает из нагрудного карбана фотографию простреленную всю в крови видишь как фленоган с трясущимися руками он доводит на уфлина подумай ты можешь быть следующим я отправлю послание нужно отправить послание наверное у монгомери есть собой ракетница флерганы с ним то есть и там типа 3 3 этих 3 снаряда осветительных 3 патроны я думаю что это скорее даже флениган флениган более сейчас расторопный чем вот вот просто будет на бумажке пытаться накорябать сообщение в расположении очень вдохновенную ложь очень вдохновенную ложь вопрос там там наверное на голубях же небольшие эти бумажки то есть очень 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 коротко всю информацию максимально структурировано как слов может 20 вот слов 20 типа там север юг там раз два три четыре вижу какие-то позиции врага позиции врага и статус траншеи статус оборонительных сооружений спасибо и и про то что лейтенант и лейтенант и территории мертвы типа и уокер заворачиваю бумажку да беру беру голубку обматываю вокруг лапки глажу даю сухарь и хочу отправить ты видишь как голый в какой-то момент просто не раскрывая крылья некоторое время летит и потом раскрывая резко крылья начинает махать ними улетает в сторону ваших позиций позиции ваших союзников тем временем флэннеган он быстро разворачивает свою винтовку в сторону укреплений ваших врагов нам нужно будет двигаться выстрел перебежка выстрел перебежка движемся в сторону спуска там должны с ними встретиться и он начинает и он начинает палить вы взяли ару монтгомери я я наверное беру забери ты да я забираю фаерган я забираю фаерган пистолет кого ракетно осветительный патрон спасибо я беру и и наверное бегу сразу же за пленган возвращаемся вниз вы выбегаете в траншею ты смотришь как один из один из боши сейчас он просто ошеломлен тем что сейчас произошло он достает резко свой пистолет и целится в сторону вас оглушение проходит у меня брось 10 это проходит или нет это проходит окинь окей ты у тебя проходит оглушение ты смотришь как тебе просто в лицо сейчас целится револьвером проходит ты его держишь наверно ну я выбегаю наш страну револьвер другой руки остается я выбегаю замечаю человека буду стрелять ты видишь как он делается зелен и он уже готов выстрелить ты видишь как его палец тянется на курок в этот момент просто в него в ему в плечо прилетает пуля он он начинает истекать кровью скажем он получает 6 до 6 урона 7 13 я просто прошу чтобы не умереть за него сразу просто если там если там меньше 800 метров футов то не будет этого половинчатого урона ты видишь он просто валится начинает истекать кровью держать за свой бок и что вы не вы бежите дальше или вы да наверняка флени я хочу так смотри сейчас ночь мы выбежали хрен знает где после детраншай я бы хотел по по звездам или по луне хотя бы определить раз ну направление север-юг чтобы знать типа с какой стороны мы выбежали просто ой келли он вообще хорошо подобных вещах ориентируется у него нет навыка там навигации для чего-нибудь такого будет интеллект минус 4 окей вешать надо выкинуть в душа не грибу есть переброс а я не хочу в душа не грибу осматриваешься наверно тучи да тучи просто в какую сторону бежим наверно наверх туда к нашу вопрос вы можете на самом деле извините перебью на самом деле по горе ты бы сразу понял что где есть ночь ну то есть я вижу гору ну да согласен там вроде они в ущелье правильно на самом деле вот он же все это время он пытался понять расположение и у меня такой вопрос мы можем как-то обогибать траншеи для того чтобы может быть по верху подбежать быстрее сюда к ребятам вы хотите через эту скалу спускаться сейчас я думаю так спускаться ночью по скале без экипировки не подскали я не знаю по кудой это здесь скала и вы можете спуститься сюда вниз вы выйдете в санитарный пункт грубо говоря то есть там другого никакого пути нет но вы можете обойти я думаю скорее всего сможете обойти санитарный пункт вы уже будете настолько далеко что потерять и даже из видимости и траншеи и ваших союзников то есть нам либо по траншеям либо никак я поняла спасибо что вы делаете наверху но но я полагаю я полагаю я полагаю мы идем прикроем их он спускается по 5 метров перебегает делает выстрел бежит вниз опять 5 метров делает выстрел наверное в таком случае делать делать то же самое потому что он связист он в душе не гребет как воевать и возвращаемся к вам что вы делаете я поднимаются наверно наверх но ни хрена не устали что ж теперь ладно хотя бы перегруппировались какую сторону идти давай вдоль этой траншеи пока не увидим не знаю я в этой долю в долю короче его я знаю идем вдоль этой траншеи пока не увидим то есть я хочу чтобы мы вышли к бежали по траншеям до тех пор пока не начнем замечать не не готовые траншеи соответственно скорее всего с той стороны с которой мы зашли мы будем хаотично перебегать по траншеям пока не найдем окей окей вы бежите пусть это будет давай пусть это будет внимательность просто внимательность твоя ну или ваша общая вы можете двое бросить я провалил у меня пятна я тоже пот заливает глаза ничего не видно окей один-два-три вы бежите в правильную сторону 4 5 6 в неправильную вы бежите в правильную сторону пока что вы бежите ты видишь как в какой-то момент ты оборачиваешься и ты понимаешь что вам в спину сейчас бегут боши которые вас понемногу понемногу возможно нагоняют даже заряжай баллон спрячемся за этим поворотом подожжем пока добегут отличная идея я я хочу я хочу забегай за поворот я хочу стать в проходе что так чтобы они меня в какой-то момент заметили и тогда нырнуть к клиффу и пробежать мимо него чтобы не забежали окей прям под огонь я наверное включаю горелку знаешь поддаю давление краник откручиваю и жду пока загорается до фрицы подойдут гриша ты видишь как они подбираются видишь как один уже доставляет на тебя свой пистолет что у них было бюкер какой-то маузер какой-то маузер да он оставляет на тебя он целится в тебя что ты делаешь ты не я шляну я просто на минутку выскочил чтобы они меня заметили тогда на реале окей ты он стреляет ты вмеряешь ты слышишь как просто пуля проскакивает возле тебя и ударяется в стену этого этой траншеи этих сук и и клик наверно он знаешь так так выходит выходит ровно в траншею зажигает у него в этих глазах его в маске отражается пламя он поливает эту траншею огнем что мне надо на попадание да давай там разве надо бросать на попадание я думаю ты просто можешь поливать просто поливать на самом деле потому что ты можешь просто рандомно ты не будешь в небо полить я думаю ты просто автоматически попадаешь какой урона твоего огнемета 3d6 10 урона 10 урона ты слышишь ты слышишь ор просто который происходит по ту сторону видишь как в твою сторону начинают бежать просто горящие враги я с револьвером добиваю тех кто бежит в этот момент падают и их просто обгорелые тела кожа с ожогами и с волдырями которые уже начинают воспаляться у них на коже они просто падают дальше немножко догорает их одежда в глиняном мокром полу я ныряю так у нас еще осталась взрывчатка пацана давай оставим напоследок хотя бы пороховые погреба то есть все просто мы хотим бежать и найти эти позиции артиллерии окей там обычно неподалеку от них пороховые погреба снаряды снаряды в том числе окей вы 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 бежите давайте снова же бросьте на внимательность чтобы найти это я прошел 4 вытираю все это смазано пот вы 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 бежите сквозь эти траншеи в какой-то момент вы выходите вы видите как несколько несколько ваших врагов возле пушек стоят возможно они их просто караулят возможно приводят их в рабочее состояние там там эти гаубицы стоят огромные 300 миллиметровые бросать куда вы их бросаете смотри у нас есть взрывчатка правильно у нас есть я так понимаю какая-то ну то есть у нас есть какая-то сумка перед ну типа переметная с взрывчаткой с этими с шашками да я думаю там будет несколько может быть 5-6 этих зарядов хорошо ну и можно соответственно фитиль еще протянуть то есть если здесь есть какие-то знаешь там где стоят там где стоят там есть ящики наверно с этими или рейки рейки с они просто выстроены тоже огромный 30 сантиметровые патроны порох отдельно там хранился короче тогда мы наверное просто бежим туда пользуемся неожиданностью стреляем на ходу окей швыряем туда взрывчатку окей давайте давайте а ты все еще с огнеметом да мне еще мне там 20 секунд я могу дать ну скажем я секунд пять может пожег да да так 15 остается я просто с револьвером ты будешь ты будешь огнеметом сижать ну тут опасно наверное не буду просто стрелять с винтовки я же поднял винтовку с окей там температура не будет такая чтобы затонировал порох над напалма но он должен разогреть ну да тоже правда снаряды согласен да да это ж типа окатит их и все да ну да согласен да ты можешь огнемета думаю теоретически ну окей хорошо но с огнеметом бежать и жечь это как-то ты можешь идти давайте давайте бросайте на свои ты я думаю можешь просто пламенем поливать всех кто здесь и ходит сейчас вокруг бросай сразу просто на урон проходит проходит и а на урон 8 11 урона руки ты поливаешь ты видишь как они начинают бегать махать руками они падают на землю когда ты пытаешься в них попасть своим огнем собственно ты а если он если он жжет их я бы хотел знаешь подбежать снять с него этот переметную эту сумму с шашками и пока он их желт я бы хотел наш метнуться кабанчик кабанчиками зашвырнуть тогда ну и пользуясь его прикрытием зашвырнуть куда-нибудь всю сумку зашвырнуть до поджечь и зашвырнуть туда пороге и а брось мне пожалуйста на метание чтобы попасть туда 12 окей ты 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 поджигаешь один фитиль 2 3 может даже напалмом этим поджигаешь и забрасываешь в один из блиндажей где сейчас хранит здесь судя по всему скорее всего должны были храниться такие вещи тем временем наверху вы спускаетесь вы все ближе к подножью этого этого холма фланган все бежит он стреляет стреляет пулю за пулей мы можем слышать или видеть где больше всего шума и огня и двигаться вы видите это вы видите как просто огонь из пламени огня поливают это однозначно вы уверены в том что это уокер сейчас это делает вы видите в какой-то момент как возле артиллерии начинается этот огонь собственно и в какой-то момент просто огромнейший взрыв который освещает все что сейчас находится вокруг происходит и оставляет огромнейшую просто воронку под собой и у нас флениганом мы смотрим друг на друга и у нас глазах немой вопрос а они выжили окей вы бросили это вы бежите я предполагаю куда но я думаю что сейчас вы уже можете увидеть этот санитарный пункт где вы зашли даже может быть место где вы собственно спустились в эти траншеи вы видите вы пробегаете увидите как несколько бошей забегают сейчас как раз в одни из тех коридоров которые вы спускались прежде и вы куда бежите ну мимо мимо этого мимо лазарета на выход из блин даже из окопов окей окей вы вы пробегаете вы пытаетесь прятаться или вы будете уже все прям а я думаю тут уже смысла надо особо не отложили калашматила вот такое окей вы 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 бежите вы видите как несколько врагов выбегает вам навстречу штук 3-4 что вы будете с ними делать сейчас хорошо я хочу их тоже полить огнем давай еще есть 10 секунд заряда так 10 12 14 попадаю он 11 14 ты видишь как двое из них они начинают просто махать руками как и прежние все наверное все люди которые горят махают руками почему они они наверно падают на землю начинают крутиться несколько из них они успели пригнуться они судя по всему достают свои винтовки маузеры и целятся в вас и я думаю что вы уже можете стрелять оттуда сверху это будет это будет довольно сложно потому что далеко с минус 7 и точно также будет стрелять огонь помогает видимости конечно но это далеко это расстояние попадает а не минус 7 минус 7 до 10 минус 7 а не после брубарды а флинт стреляет в одного из них это мы просто сразу его убивает наверное от такого урона учитывая то что он еще от огнемета получил один из них все еще наводит маузер и пытается стрельнуть в самого опасного что в него сидишь что у него сейчас и промахивается я бы хотел из револьвера в этого выставок стрелка давай попадаю давай 2d6 минус 7 урона ты можешь еще раз попробовать его хотя я думаю что это все лежит короче он пытается еще раз стрельнуть тебя и он 10 он попадает у него штраф за ранение тогда он промахивается он промахивается он стреляет пуля просто свистит возле твоего уха ты пытаешься я предполагаю наверное еще раз в него стрельнуть можно по полную атаку полную атаку это полная атака это плюс 4 на попадание я думаю что ты за это время может быть могла бы прицелиться да тогда я еще и прицеливаюсь и полную атаку и все на свете 8 из 10 минус 7 плюс 4 и плюс 8 да короче плюс 1 да я попадаю окей давай наноси 6d6 урона я наношу 6d6 урона на этот раз не по своему лейтенанту так у 6 6 6 18 плюс 6 24 плюс 1 25 я думаю ты просто знаешь прошибаешь ему в висок и он даже не успевает ничего сказать не крикнуть ничего он просто умирает моментально на месте голова как арбуз и на самом деле эти два товарища уже довольно близко подобрались между вами метров 50 100 то есть почти соединились отряды так сказать мы сверху или мы вы уже у подножия просто этой этого холма и они сейчас прибегают как раз в этот санитарный пункт в котором просто сейчас кричат раненые и медики санитары без оружия не знаю что делать знаешь пока пока клифф там жжет я в какой-то момент подбегаю к нему зажби его по плечу идем 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 наверно чтобы убегали куда вы бежите мы будем бежать поскольку поскольку понятно с какой стороны выстрелы были то есть мы на те выстрелы бежим но мы стреляли окей ну вы на самом деле добегаете это не довольно быстро и как бы с воссоединяетесь наверно наверно у нас был пароль гром молния то есть нужно было крикнуть гром а нам вот я должны были крикнуть молния для того чтобы вы точно знали гром молния окей вы встречаетесь вы видите как флэнаген и оффлин стоят видите как вы видите как у вода у джонатана вода просто его мозги что короче у него на одежде чита мозги кровяра кровь и вы сразу замечаете что не хватает лейтенанта и младшего уокера где свисток где стены где мой брат что с ним лейтенант умер кто его убил снизу была заваруха флэнг что случилось хотел вас бросить как прежних точнее вас я меня поддадут под трибунал да ты да капрал чё грохнула в свистка грохнул грохнула свистка я что это за фиг он хотел вас бросить здесь я не хотел вас бросать здесь капрал так где мой брат он был в плохом состоянии я надо его проверить я хочу подниматься наверх ты видишь как за тобой бежит оффлин стой уокер твой брат мертв нам нужно бежать нам нужно бежать что он показывает в сторону как несколько врагов выбегают из траншеи и осматривают сейчас вокруг кто-то них судя по всему заметил вас и уже начинает целиться из мала уходим уходим бежим нет уокер если ты пойдешь за ним ты умрешь свято идем только не так хорошо я и клифф он отходит флэннеган и оффлин начинает бежать куда-то просто в сторону от холма куда-то дальше я ухожу и буду ходить вы вы бежите это то место где еще позиции врагов настолько сильные их здесь не настолько много здесь видно много срубленных деревьев которые судя по всему они используют для постройки своих оборонительных сооружений вы бежите давайте бросим на свое здоровье чтобы понять как хорошо вы можете как долго вы сможете бежать кто прокинул я не прокинул у вас есть переброс напоминаю подхватываю подхватываю святого давай идем будешь оплакивать брата позже я пытаюсь как-то ты видишь когда возле тебя пробегает брось свой рюкзак он тебе не даст убежать отстёгиваю эти топливные баллоны у вуда тоже на самом деле не получается бежать он наверное последний идет и он у него просто подгибаются ноги от всего что произошло от всего что он сделал он он может быть даже не хочет туда возвращаться потому что ему он понимает что там он может поэтому у вас есть переброс напоминаю если хочешь пусть у вас один у нас один переброс один и вы двое не прокинули уокер сможет сделать повторный так он сбросил свой рюкзак и ты его подбадриваешь тебе нечего сбрасывать я буду отстреливаться я наверное в какой-то момент я понимаю что я не хочу я не хочу обратно в лагерь я не хочу умирать поэтому вот просто разворачивается заряжает винтовку и просто будет полить подавляющий огонь подавляющий огонь это пулеметчика или забрала шоша не забрала шоша поэтому я просто буду стрелять я просто на самом деле еще за оффлина и за окей оффлин проваливает оффлин проходит я повторный бросил и тоже не прошел окей ты видишь как оффлин в какой-то момент бежит бежит спотыкается падает просто он смотрит бегите те кто погибли знаешь наверное пробегают вперед метров шагов 20 останавливаются что вы остановились бежим беги келли он кричит тебе и на нее он тоже возводит свою винтовку и он смотрит на на запыханного на запыханного вуда вот я я вывихну могу скорее всего меня уже не спасти беги я кричу не глупите не стоит здесь умирать нечего геройствовать убегаем отсюда мы так просрали задание бежим у вас будет еще повторный бросок если вы если вы его бросаете у нас еще остаются дымовые шашки наверно ну да наверняка они использовали допустим еще там 2 допустим вещи и клифы и я хочу одну кинуть и вторую окей а куда ты бросаешь сторону врагов сторону врагов чтобы перегородить окей окей ты видишь как флина в фли оффлин он заряжает новый магазин свой свой анфилд выстреливает просто куда-то в дым стреляет пулю за пулей как на учение 10 пуль в минуту давай так если у меня не получается бежать я тоже так скажем так вот так как у вас есть преимущество с дымовой завесой и отстреливающимся оффлинном у вас будет плюс 4 и и этого хватает окей так хорошо 11 12 прохожу вы бежите дальше какой-то момент вы слышите как звуки анфилла затихают скорее всего его догнали вы бежите и вы слышите как спереди вас звук течение реки быстро к реке подожди а эта река она ведь ведет к нашим позициям правильно я понимаю она ведет она севернее идет она севернее то есть вы будете заходить дальше вглубь тыла врага то есть нам надо подниматься по течению реки в таком случае правильно куда вы хотите уйти в сторону своих позиций нет вам тогда нужно по течению идти по течению все да тогда просто прыгаем в реку и плывем наверное да вы вы разбегаетесь там есть небольшой уступ с которого нужно спрыгнуть для того чтобы попасть в реку река довольно быстро вы разгоняетесь ну вы бежите все это время какой-то момент прыгаете увидели не прыгает так я боюсь это я боюсь высоты мне надо сделать бросок самоконтроля но хорошо у меня плюс два против страха потому что я бесстрашный но все равно это будет стрёмно нет плюс четыре потому что еще боевые рефлексы четырнадцать надо выкинуть что вот наверное просто когда понимаешь что нужно прыгать он сразу же закрывает глаза где-то на подходе и будет просто прыгать как получится так получится 8 вы бросаете на прыганье это ничего не вы можете просто прыгнуть я бросал потому что я боюсь высоты я боялся прыгнуть чтобы осмелиться прыгнуть вы вы запрыгиваете я я значит я прыгаю я повторяю все как все как на учениях складываю руки солдатиком вы прыгаете в воду вы чувствуете как вы проваливаетесь на несколько метров вглубь это река очень быстрая и судя по всему довольно таки глубокая я скидываю себя дробовик на растебываю времени плечевую систему скидываю себя у меня остается только револьвер и за пояс на поясе нож наверное остается и и все я я наверно когда плыву теряю винтовку просто у тебя у меня есть я наверно просто скидываю рюкзак где просто важные для меня вещи но винтовку я все еще держу просто мертвой хваткой до посинений до посиневших пальцев быстро река да да скажем так вам нужно сейчас будет пробросить свою силу или здоровье это мы в силу наверное для того чтобы банально не захлебнуться это выжался на полу это будет еще наверно минус 4 за счет вашего снаряжения которая все еще на вас давит даже причем то что ты отстегнул наверняка на тебе еще осталось что-то какие-то патронтажи наверняка то есть это тогда нам нужно 4 выкинуть я не знаю у кого как меня 8 я проваливаю 12 вы проваливаю меня 11 вы прыгаете в воду вы вы пытаетесь сплыть как-то держаться на на спине вы тонете в какой-то момент у вас ты 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 начинаешь каждый ты на суше ты парке вы воду судя по всему ты судя по всему в каком-то подвале находишься сейчас мокрая одежда вся оружие кремня револьвер все еще где-то в твоем кармане чтобы это не было буря буря да порох промокла пули запрессованы они хорошо ну типа он вот они теоретически могут ты 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 осматриваешься ты видишь здесь небольшой свет тусклый очень судя по всему от какой-то печи камина чтобы это не было ты видишь как возле печи сидит женщина смотрит на тебя на сквозе она подходит тебе она начинает говорить тебе что-то на итальянском ты не знаешь итальянский вы говорите по-английски она начинает махать головой по джорно мискузи я не понимать он итальянский она показывает пальцем говоришь на итальянском ты ничего не разбираешь она показывает просто ты видишь что недалеко на полу на небольшом настиле из сена лежат еще твои товарищи все трое ты видишь что они без сознания но дышат я говорю отхожу и начинаю расталкивать остальных я расталкиваю остальных просыпаемся она начинает что-то говорить по итальянски вообще вуд понимает итальянский на три из трех поэтому он сразу же говорит добрый там вечер еще ну судя по всему здесь есть маленькая кошка через которое видно что на улице темно доброй ночи сеньора где мы находимся доброй ночи доброй ночи вы его вас выбросила на берег я с моим отцом она показывает в темную часть комнаты там в кресле сидит мужчина старший он смотрит на вас я с моим отцом на нашла вас на берегу реки сейчас находитесь в поселке ламуда они нашли нас сейчас поселки ламуда белуна белуна находится к югу или к северу белугу белуна к югу она километров 70 отсюда 70 километров отсюда на юг как мы преодолели 70 километров вас выбросила на реку и я я с моим отцом мы забрали вас выбросила и они нас забрали к нас пронеслась сколько 60 километров и мы не сдохли ну ваши ваши позиции чтобы немножко географии вашей позиции не были сразу возле белуну это было километров 20 точно от белуна может даже 30 может короче мы 40 километров подплыли скажи им что мы благодарны спроси как пробраться к нашим мы благодарны можете подсказать как пробраться к ближайшему расположению британский экспедиционный корпус да британского я я думал как то перевести британского экспедиционного корпуса седьмой пепе пехотной дивизии 22 бригада 2 королевский ирландский полк Я не знаю, что это. Вы сказали мне набор слов просто. Спроси, как добраться до Беллова. Как добраться до Беллова? Приближающий путь. Плавь по реке. Здесь нет дорог. По реке вообще нет дорог. Может, хотя бы тропинка вдоль реки. Здесь нет. Только по реке. Мы обычно берем лодку и плывем. Спроси, где лодка. Но это против течения. А где лодка в таком случае? Лодка у реки наша стоит. Вы хотите забрать нашу лодку? Они спрашивают, хотим... Да, 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 да. Мы не можем вам отдать лодку. Они говорят, что они не могут нам отдать лодку. Хорошо, может, у них есть лошади. Спроси про лошади. Мамо, а думаешь, если они не хотят отдавать нам лодку, они отдадут нам лошадь детей? Знаю, мы солдаты. Мы воюем. Хорошо, хорошо. Я понял тебя, Клифф. А лошади? У вас есть лошади, сеньора? Ты видишь, вы слышите все. Но понимаешь только ты, как на итальянском из темного угла комнаты доносится старый хриплый голос. Вы просите вновь о помощи. Но мы вам помогли, а вы нам ничего не дали взамен до сих пор. О чем он? Он говорит о том, что мы не дали ему ничего взамен, а он спас нашу жизнь. Господи, что он хочет? Спроси. У меня только даже сухпайка не осталось. А чего вы хотите? Мы и так пытаемся защитить вас в какой-то мере. Я хочу лишь одного. Мести. Мести кому? С тех пор, как сюда пришли чужеземцы, появилась в лесах Чупакабра. Что это такое? О чем он говорит? Какая... Я... Он... Старик совсем сбрендил. Он говорит, что в лесах что-то завелось. Я хочу, чтобы вы убили это существо и принесли мне его голову. Он хочет, чтобы мы что-то убили. И принесли голову какой-то... Чупакабры. О чем он? Мы пришли сюда спасать их жопы итальянские. Старик, нам нужны лошади. Нам нужны лошади. Или лодка. Или лодка. Или мы забираем их силой. Реквизируем на благо британской короны. Или мы забираем их на благо британской короны. Прошу прощения. Он смотрит просто. Вы можете убить нас всех. И мы ничего вам не сделаем. Ну, какие вы люди, если вы получаете помощь и приносите горе в наш дом? А чем он? Он говорит о том, какие мы люди, если мы получаем помощь и не приносим, в общем, в их дом. Дредний старика. Давайте уходим. Ну, послушайте меня. Мы за тысячи километров от родного дома для того, чтобы спасать их, потому что они ни на что не годны. Как капрал. Но немцы тоже говорили о том, что с севера... Мы же сейчас на севере. Правильно понимаю? Чуть-чуть севернее. Да. С севера вылазила нечисть. Это те чудовища, от которых умер братец Уокер, младший. Какие, черт возьми, чудовища? Ну, эти волки. Флениган. Флениган. Ты видишь, как Флениган нестел кровью просто. Я видел Флина. Он говорил, что он не видел никогда ничего подобного. Это как Гангрена, только хуже в много раз. Оно как будто разъедало твоего братца изнутри. Но ты видел, что это было? Я не видел. Я видел существо. Ну, что за существо? А пиши, потому что... Ну, я только слышал. Это было волк, медведь, человек. Да видел я это. Не знаю, может быть, медведь какой-то или что-нибудь в этом духе. Но... Но... Ничего страшного. Вот Уконов говорил, он был без волос, без шерсти. Не знаю, может... Но тут кругом немцы, химическое оружие, газы. Но животные сам, знаешь, они обычно не нападают, если... Если... Ну... И когда выстрелы, они не идут... А мы их спугнули, понятное дело. Но они сами пришли нападать к немцам. И они говорили у себя там в траншеях. Я слышал, как они говорили, что они приходят постоянно. Постоянно. И... Итальянская нечисть из деревни. А как будто бы они... И они говорили, только бы не в их смену. Как будто бы это происходит регулярно. Ну и что с того? То есть мы воюем с немцами, а сейчас должны еще идти и охотиться за какими-то волчарами лысыми. Я не понимаю. Мы должны вернуться обратно в штаб и доложить все, что мы сделали и что мы нашли. Я Голубку отправлю. Так, ладно. Спроси у него в деревне, есть ли немцы. Чей этот город сейчас? У вас в деревне и в расположении есть немцы? Кому принадлежит сейчас ваша территория? Ты к деду говоришь или к женщине? Я, наверное, одинаково, вот в сторону просто, где они оба стоят. Когда женщина говорит, у нас были немцы, они прошли, они сожгли все, убили всех, кого видели и пошли дальше. Мы прячемся здесь, в городе их, думаю, нет, в поселке. Когда ты сказал немцы, дед из угла говорит, с тех пор, как пришли чужеземцы, вспышки света стали регулярны над нашими землями. Они запускают свет в небо, желтый, зеленый, красный. И чаще всего это происходит у старой обсерватории на Монте Цивета. Да. То есть там они, может, основались. Может быть, мы... Капрал, разрешите обратиться. Может быть, мы разузнаем что-то более важное. Если мы найдем расположение какой-то научной обсерватории, врага это будет намного полезнее, чем просто траншеи. Тем более, что вы сами знаете, мы не выполнили миссию. Как далеко от обсерватории? Как далеко от обсерватории? Километров десять. На север отсюда. Ну тогда нам точно понадобятся лошади. Тогда нам точно понадобятся лошади. Я отдам вам и лодку, и лошадей, если вы принесете мне голову чупакапры. Он даст спокойно и лодку, и лошадей, но он все равно хочет голову... Где оно? Здесь... Где именно? Можете нарисовать дорогу карту? В обсерватории или где? Чупакабра у обсерватории? В обсерватории страшные звуки происходят каждую ночь. Чупакабра там ли, не знаю. Но в лесах она в наших водится точно. Он говорит, что из обсерватории звуки каждую ночь страшные. А в звери в лесах водятся точно. Короче, скажи, что мы отправимся к этому существу. На самом деле заберем лодку или лошадей, поедем к обсерватории. Все там разведываем, а потом к своим. Мы отправимся к чупакабре. Хорошо. Он смотрит, он ожидает от тебя, что вы уйдете или что вы, если вы что-то будете делать. Мы выходим, наверное, ищем к нему, чтобы... Нам как-то перевести дух не нужно, капрал. Нет. Скорее всего, нет. Я согласен. Так точно. Давай, забираем лошадей и едем к обсерватории. Еще раз уточни направление на обсерваторию. Можно, пожалуйста, как карту местности? Он, наверное, достает, знаешь, промокшую бумагу, может быть, какой-то уголь из, я не знаю, печь, костер, что-нибудь. И просто просит накорябать, где мы, где зверь, где обсерватория, чтобы... Он тебе просто рассказывает. Вдоль ручья, который протекает у моего дома, можете идти на север. Вы увидите гору, снег, который уже закрыл. Наверху этой горы будет здание. Круглое, большое. Пропустить его сложно. Ну, я в таком случае просто пересказываю. Там, круглое здание пропустить сложно. Да, обсерватория. Все знают, как оно выглядит. Да, я просто перевожу. Ладно, забираем лошадей, уезжаем. Рюдерчи! Ухожу. Дорощайте. Окей. У кого? Какое снаряжение еще осталось? У меня револьвер и нож. У меня есть обрез, еще один молотов и саперская лопата. Флэннеган остался только через перевес, повешенный его торс, его Ли Энфилд, который он, собственно, держал все остальное, он практически отстегнул и растерял во время потока. Вы выходите, женщина выходит за вами. Он говорит по-интальянскому. Там у нас есть шесть лошадей, можете взять всех, если вам потребуется. Ну, у нас четверо. Ладно, ладно, заберем запасных, возьмем. Да, запасных? Да, лошади устают тоже. Погнали. Садимся, наверное, на... Ну, все, поехали, давайте. Вы скачете по, я даже не знаю, наверное, какие-то луга, скорее всего, вдоль этого источника. Вы движетесь некоторое время. Сейчас ориентировочно часа два-три ночи. Вы поднимаетесь все выше, выше, выше. В какой-то момент вы понимаете, что лошадям уже сложно идти по этой земле, по этим скалам даже скорее. И вы замечаете, как маленький огонек на горе время от времени мигает. Кажется, это место. Давайте поднимемся наверх и разберемся, что там, да? Вы спешиваетесь? Да. Лошади уже ехать не могут, поэтому давайте быстренько туда-назад забираем лошадей, и езжаем отсюда. Вы спешиваетесь, вы движетесь, пробираетесь через эти уклоны, поднимаетесь все выше и выше. В какой-то момент вы видите, как красный огонь поднимается в небо и освещает все вокруг. Далеко, полкилометра от вас точно. Вы слышите, как оттуда раздаются огромное количество выстрелов, пулеметные очереди. Где-то что-то взрывается даже. Это не в сторону обсерватории. Может, наши наступают. В предыдущий раз был зеленый. Нет, дед говорил о том, что они запускают красный, желтый и зеленый цвета, и потом раздаются выстрелы. А вообще, если мы могли различать выстрелы, типа, наших винтовок и не наших винтовок? Не ваш, точно. Ну, это, это Боши. Пускай разбирается со своими проблемами. Зачем это нам? Давайте, кстати, к обсерватории, быстро. Вы поднимаетесь по скалистым уклонам, забираясь с камня на камень постепенно. Вы хотите делать это скрытно? Скрытно. Бросьте туда на скрытность, пожалуйста. Проходит. Проходит. И 9 тоже проходит. Отлично. 13 из 13. А я брошу еще за Федера. Давай, пацан. Который проваливает. Хотя... Нет, он проходит, на самом деле. Он движется за вами в полуприседке, поднимается постепенно. Вы добираетесь до изгороди вокруг. Ну, то есть она на расстоянии метров 150 от вас. Луна освещает землю вокруг всего этого, что освещает, в общем, луна. Вы поднимаетесь, Флэнген падает на землю возле, недалеко от этой изгороди, от сетки, как эта сетка называется, Рабица, наверное. Всматривается. Что вы делаете? И что тут важного в этой обсерватории? Давайте, давайте, давайте зайдем, посмотрим, что там. Правильно ведь? Нужно добыть какие-то сведения. Только нужно аккуратней. Да, ну, наверное, как-то аккуратней. Черт, я так и знал, что с этим свистком все так будет. Вы просто идете? Я на самом деле хочу предложить следующее. Я хочу идти впереди, прислушиваться максимально, то есть и после этого двигаться. Окей. То есть такое двухфазное... Ты хочешь идти впереди? Да. Окей. И, может быть, даже ориентируясь на просто банальное какое-то понимание местности тоже, так, чтобы не к центральному входу, а, может быть, зайти где-то сбоку. Окей. Ты ползешь или ты идешь в присед? Ползу? Окей, ты ползешь. Я не знаю, какая земля. Ну, здесь, так, скажем, трава невысокая. Но она будет скрывать, так как темно довольно. Я более ползу. Наверное, мы тогда все ползем. Брось тогда на слух, собственно. Так, это perception плюс это много. Походит. Ты ползешь. В какой-то момент ты слышишь, как говорят. Как говорят на немецком. Они обсуждают, они травят какие-то шутки грязные. Они обсуждают, кто-то просит сигарету. Их человек... Ну, пока что ты слышишь троих, которые просто общаются между собой. Они впереди, слева, справа. Они со стороны обсерватории. Я в таком случае жду, пока подползет Капрал, Клифф и Флениган. Давайте осмотрим. Здесь их больше. Не стоит рисковать. Наверное, мы обогнем, попытаемся понять. Выходите вокруг, как бы, да? Ну, да, да, да. Окей. Ты точно так же хочешь ползти и прислушиваться? Окей. Я думаю, что можешь ничего не бросать. Ты оползаешь, вы ползете вокруг, заползая с другой стороны обсерватории, ты начинаешь слышать вновь речь. На этот раз на итальянском. Они тоже точно так же сидят, общаются просто между собой. Непринужденно. В какой-то момент ты слышишь, как что-то наливается кому-то в кружку просто. А не он кто-то говорит какой-то тост за здравие и выпивает. Я, может быть, пытаюсь как-то... Мы договаривались, где мы пересекаемся, и я говорю о том, что с другой стороны итальянцы... Ну, союзники, значит. Что за чертовщина здесь происходит? Сколько их здесь? Это разные голоса? Да, это же разные. Там немцев трое, а этих итальянцев сколько-то... Тоже три-четыре голоса ты слышала. Три-четыре голоса. Получается... Немножко стратегии. Вот. Это здесь, короче, всюду лук, трава. Тут немцы. Раз, два, три. Тут итальянцы. Пусть будет. Мы сейчас допустим... Они не прямо на противоположной стороне, то есть они чуть-чуть, может быть, даже ближе, где-то даже еще ближе, вот где-то так. Может, да, где-то так. То есть они знают о присутствии друг друга, это точно. Окей. Может, это итальянские дезертиры. Ладно, мы узнали, что они здесь. Зачем они запускают тут эти... Огни идут отсюда или вокруг? Ты говорил, что отсюда запускают эти... Он говорил, что в этой местности. Он говорил что-то про обсерваторию, что-то важное. Что оттуда доносятся часто выстрелы и страшные звуки. Ага. Может... Давайте понаблюдаем за ними. Вы видите, как вновь возгорается желтый свет. Желтый. Капрал, как вы думаете, почему разный свет? Не имею ни малейшего понятия, что-то пока что страшных звуков нет. Проходит несколько минут, секунд, вы слышите выстрелы со стороны, где была запущена ракетница. Вы слышите выстрелы, потом они утихают, и понемногу начинает подниматься зеленый свет в небо. Там, где был красный, больше ничего не было. А зеленый там, где желтый был. А зеленый там, где желтый был, да? Ага. Может быть, они... Ну, желтый, это значит, что опасность средняя, зеленый, что они все устранили. Ну, и что? Не знаю. Система. Вы видите здесь тварей каких-то? Нет. Я нет. Только божий. Если их считать тварями. Что за чертовщина, мать ваша? Может, там как-то... Ну, сколько мы времени тут проводим, наблюдая за этим? Сколько вы хотите провести. Вопрос такой. Сейчас. У обсерватории есть только один центральный вход, нету никаких внизу. То есть, как выглядит здание обсерватории? Можешь описать именно с точки зрения входов, и может окон, или... Ну, я знаю, что там нет окон, но отверстий. Скажем так, она находится на вершине этого холма. Это именно холм, не скала, скорее. Окей. Вокруг нее есть эта сетка, которая просто обычная такая... Ну, сетка рабица. Сразу за сеткой, ну, не сразу, а несколько метров, есть небольшая траншея, с которой сейчас время от времени видно, как горит огонь, как там кто-то общается. Ну, это оттуда, получается, я сейчас прибыла. Откуда? Из траншея. О которых ты слышала? Да. Да. Сама обсерватория круглая, и есть только один вход в нее. Двойные сдвоенные двери. И там, где, собственно, вход, там эта сетка, ее там нет. И нет даже ворот. То есть туда можно абсолютно спокойно зайти. Ну, а люди там есть? Конечно. Вот, это где? Вот, вот, это немцы, это итальянцы, это траншея. Где вход? Скажем так, между ними. Вот тут? Да. Все. Тут сетки нет. И траншеи там тоже нет. И траншеи там нет. Все. То есть там полностью ровная земля. Там, Абрал, есть только один вход в обсерваторию. Пап, у нас остались гранаты? Нет, уже нет. У меня есть ракетница. Лейтенант. Пап, давайте. Если мы сможем их застать врасплох, они могут, в общем, если мы можем застать их врасплох, они могут не ожидать этого, и ты сможешь спросить, что здесь происходит. Будем держать их на мушке, и потом уходим. Убираемся тихо. Врасплох. Да, врасплох. Знаешь, обычно, когда на тебя наставлено оружие, люди ведут себя очень сговорчиво. Да? Да, да. Так давайте выждем кого-то, будет отходить, справлять нужду. Там его и словим. На итальянском я лучше разговариваю. Отлично. Давай подбираемся к итальяшкам. А вы хотите ждать, пока кто-то будет выходить? Да. Окей. Проходит некоторое время. 15 минут, 20. Вы видите, как кто-то встает из траншеи, идет в сторону обсерватории, и просто начинает мочиться на стену этой обсерватории. Беру нож. Не хочешь пробраться через траншею? Ага. То есть он пошел мочиться, не отходить? Да. Ладно, это бесполезно. Короче, вопрос. Здесь возле входа они видят этот вход? У них есть обзор на вход? Обзор у них есть наверняка. Но насколько активно туда смотрят? Мы можем попытаться просто пробраться сники-сники. Прокраситься в обсерваторию? Сники-сники. Ну давайте. Ну типа, потому что через сетку лезть это громко. Ну давайте, хорошо. Тогда давайте подкрадываемся туда и перебираемся. Хорошо, скажите, как вы хотите прокрадываться через прямую видимость врагов? Мы подползаем, наверное, до момента, пока нас не видят. Здесь освещение есть? Нет, освещение такое очень тусклое. То есть какая-то лампа может в траншеи стоит, это не более. То есть они нас теоретически тогда видят не особо нанее. Ну то есть у вас будет преимущество на это, но тем не менее. Надо просто может быть ждать, пока они больше... Когда они взрывы хохота, там о чем-то говорят, тогда мы будем перемещаться. Окей. Хорошо. Хорошо. Давайте тогда бросьте сначала на интеллект. От этого будет зависеть ваше преимущество. Я проваливаю. У меня интеллекту плюсует сознание языка? Я равно надеюсь. Ну да, может быть, может быть. Тогда проходим, если прошу сознание языка. Хорошо. Кто прошел интеллект, у вас будет ваша скрытность плюс 3. У тебя будет просто твоя скрытность. Хорошо, ну давайте. И Флэнеган, я пробую, потому что с него сначала интеллект, у него 10 интеллекта. Он проваливает интеллект, у него будет просто скрытность. Я может... Я не могу делиться знаниями. Ну ты можешь, но ты будешь тоже шептать, если ты хочешь что-то делать. Ладно, короче, давайте. Нет, я прохожу. Флэнеган проходит. Я прохожу. Я тоже прохожу. Я прошел тоже. Окей. Вы ползаете медленно к этой траншеи. Возможно, даже в какой-то момент вы можете заглянуть в траншею к итальянцам. Вы видите, как они просто кидают карты сейчас на... Они в военной форме? Да. Это форма итальянцев. Окей. А немцы, мы видим немцев? Можешь присмотреться, если ты хочешь. Давай. Скажем так, у тебя плюс 2 будет. Прохожу. Это австрияки или немцы? Ты всматриваешься. Ты видишь, что это австрияки, и они в своей форме, и они говорят на немецком. И у них явно есть прямая видимость итальянцев. То есть, они однозначно знают о присутствии друг друга. Окей. Вопрос. Насколько итальянцы выглядят? Потрепано или... Они выглядят так, будто они только что приехали сюда. Угу. У них чистые, натертые пуговицы, блестящие просто. Их оружие начищено до блеска. Ножи, которые у них сейчас в ножнах, видно, как отблескивает свет у них на лезвиях. Багнеты. Хорошо. Ну, давайте зайдем, посмотрим, что там. Сначала. В обсерваторию. Окей. Ну, что они тут охраняют? Окей, давайте пробросите еще раз на скрытность, чтобы попробовать добраться до дверей. Там преимущество еще остается. Да, да. По-моему, он проходит. Проходит. И я прохожу. Отлично. Вы доползаете, вы подходите к маленьким ступенькам, буквально, может быть, 4-5 ступеней. И вы сейчас будете на фоне белой стены. И двери, которые непонятно закрыты, они или что с ними. Что вы будете делать сейчас? Мы все еще низко, потому что они в углублении, а если мы не встаем, то все отлично. Может быть, Вуд пытается рукой саму дверь толкнуть? Ты хочешь подползти к двери тогда, получается? Да, так мы же сейчас только что подползали всех к двери. Ну, да, мы подползли к ступеням, я имею в виду. То есть вы сейчас... Окей, окей. Окей, давай пробуем. Вуд, он долговязый, он очень высокий парень с длинными руками. Аккуратно вдоль стены просто поднимает ладонь для того, чтобы дрожащей рукой попытаться ее отпереть. Окей, давай пробуем так. Брось скрытность минус 2. А то мое плюс 3 еще 10. Скажем, тогда просто скрытность пусть будет твоя. Если успех, значит у тебя получается открыть дверь. Если нет, то что-то происходит. Ага, 18 из 13. Ты открываешь дверь, ты чувствуешь, как она начинает скрипеть, в этот момент останавливаешься. Начинаешь медленнее немножко. Она все меньше и меньше скрипит, если ее медленнее открывать. В какой-то момент... Ты провалил брусок? Нет. В какой-то момент ты делаешь достаточную щель для того, чтобы можно было... Боком протиснуться вовнутрь. Я, наверное, перед тем, как это... Я оборачиваюсь, смотрю вниз. Ага. Ну, проползаем следом. Вы проползаете. Фленаган за вами ползет, последним осматривается. Вы заползаете в... Здание. Оно освещено. Свечами, лампами, фонарями, чем бы то ни было. Вы смотрите, здесь есть несколько проходов. Вперед явно идет какой-то холл. Справа, слева вы смотрите, там есть несколько кроватей, в которых сейчас даже спят несколько... Кого бы там ни было. Что вы делаете? Если это место облюбовали военное, здесь должны быть какие-то, не знаю, приказы, карты, что-нибудь. Тактические. Понять, что это. Короче, что-то командный какой-то пункт. Куда вы движетесь? Вы движетесь вперед в этот холл? Ну, если здесь есть туда дорога, то да. Окей. Вы продвигаетесь, заползаете. Это огромный круглый холл. Вы видите, как здесь есть ступеньки вниз, которые опускаются, винтовая такая вдоль, по периметру всего этого, по окружности всей этого холла. Вы видите, как здесь есть несколько огромных колб, в которых сейчас, судя по всему, что-то маринуется, что-то скукоженное. Скукоженное, похожее на человека. В другое что-то скукоженное, похоже на какую-то живность, возможно, олень, лось. Что бы это ни было, но оно сейчас мало чем напоминает сородича своего. Вы видите, как посреди большой письменный стол, и сейчас за ним человек в белом халате стоит. Он, судя по всему, вас пока что не заметил. Я тогда попробую подкрасться к нему. Окей, хорошо. Тихонечко, с ножом в руке. Окей. Хочу подкрасться к нему, обойти залп в тени, то есть идти в тени, использовать библировку как укрытие, тихонько подойти к нему сзади, закрыть его рот, приложить кинжал к горну. Окей. И отволочь его в тень. Ну окей, давай. Это будет твоя скрытность плюс четыре. Да, я говорю... Подойдёте, когда я его отбегу, под этим бумагом забери всё, что есть. Ты подойдёшь ко мне. Ты ведь понимаешь итальянский. Вечно. Я тогда это делаю, то, что ты сказал. Я плюс четыре ты сказал? Да. Прохожу. Окей. Ты подходишь, пробираешься из тени, в какой-то момент выходишь, просто выходишь из тени сзади него, возможно, уже даже в какой-то момент немножко топаешь и просто хватаешь его быстро. Да. Отволакиваю его в темноту. Посматриваешь. Вот видишь, как у него на грудном карманчике, на его халате, есть маленькая-маленькая нашивка британского флага. Ладно, я отвлекаю его. Оттаскиваю. Сюда. Прикладываю кинжал к горлу. Скажи ему, что я сейчас отпущу его в рот, если он попробует орать, я проткнул его глотку кинжалом. Я говорю это сразу на трех языках. На итальянском, немецком и на английском. Он кивает просто. Отпускаю. Но все еще держу его. Окей. Он не издает никого звуну. Спрашиваешь, что они тут делают. Что вы здесь делаете, начиная с английского, глядя на флаг? Он говорит, здесь он на английском отвечает. Мы проводим исследования. Какого черта? Кто вы такие? Это... Какие еще исследования? Вот. Смотрите, вот это вот все, оно сейчас бегает по лесам здесь недалеко. Зачем вы это делаете? Недавно итальянцы нашли какие-то такие существа здесь. В лесах. Какие существа? О чем вы? Какие-то... Мы... Мы называем их Малинья. Мы не знаем, что это такое. Это они? Я нажимаю. Это... Это то, на что они похожи. Мы пытаемся понять их природу. Какого хрена? Командование знают об этом? Чье командование? Британское, конечно же. Я не знаю. А от чего ведомства вы здесь? Меня... Меня прислали сюда. Из Британии. Это был... Это был приказ откуда-то сверху. Я не знаю. Я думаю, что сам премьер в этом замешан. А немцы? Мы здесь совместно работаем. Здесь есть даже французы. Какого? Тогда, если мы вас отпустим, вы позволите нам уйти отсюда? Да, сэр. Есть что-то вроде проницательности здесь? То есть, врет... Ну, глянь... То есть, я смотрю прямо на него. Я хочу понять, это... Да, сэр. И он будет бежать, орать, бить в колокола. Ты можешь это сделать. Это будет... Если у тебя нет проницательности, то тогда это будет интеллект минус 2, я думаю. Минус 4, пардон. Да. Но он явно говорит тебе правду. Да. То есть, ты видишь, что он напуган. Да, сэр, конечно. Я обыскиваю там столы, колбы, я что-то замечаю интересно. Да. Да. Ты ищешь, ты видишь, ты видишь очень много записей на разных языках. Французский, итальянский, немецкий, английский. В принципе, все страны, которые сейчас принимают участие в войне, здесь как-то отметились. Я хочу, наверное, забрать какие-то бумаги, которые мне показались более-менее интересными. Окей. я думаю, только английские тебе могут показаться интересными. забираю туда эти. Ты видишь, здесь несколько зарисовок от руки. Ты вообще будешь что-то читать, или ты просто... Я буду читать, да. Окей. Ты начинаешь листать эти записники, блокноты, там по датам все расписано. 19 ноября, 22 ноября, 16 июня, и так далее, и так далее. За каждой датой числится какая-то запись. Из нескольких интересных ты замечаешь запись еще 910 года, когда нашли такое существо, несколько особей, в лесах здесь недалеко. Их привезли сюда, и с тех пор их сейчас значительно больше. Как они размножились, до сих пор не доказано. Ребята, смотрите. Здесь указано, что здесь вот эти твари. они их нашли в лесах. Док, а что значит зеленый, желтый и красный? Скажем так, их в лесах здесь очень много. Они плодятся тысячами, возможно, их уже десятки тысяч здесь. Когда их встречают, запускают разные сигналы. Красный, скорее всего, отряд уже мертв. Желтые, они могут выжить, или им требуется подмога. зеленый, если все в порядке. Да, почему армия об этом не знает? Я не знаю. Были слухи, что каждая из стран пытается это использовать в своих благах. Каждая из стран пытается их перекинуть то на один фронт, то на другой, то на одну сторону, то на другую. Как они здесь уживаются, я до сих пор не понимаю. сэр, мне нужны ваши почтовые голуби. Может быть, у вас здесь есть радио? Или радио. Телеграф, что-нибудь. да, сэр, почтовые голуби. То, что я могу вам предоставить. Он показывает одну из комнат. Там у нас клетка стоит. Сколько здесь человек? Внутри обсерватории сколько? вас интересуют только люди. Те, кто не в колбах. Так. Людей человек 40, 50. Зачем они здесь? На случай, если придут такие, как вы. Но здесь в подвале около двух тысяч этих существ. Нахрена вам они? Это лучше, чем снаружи сейчас. Нахрена вам они? Док. Я пытаюсь их изучить. Сэр, это все, что я могу сказать. Меня есть приказ просто. От кого? Имя? Дитер Эулер. Он здесь главный. Он, он, он скорее всего из немцев. Надо все доложить командам у нее, что мы нашли. и не предпримать меры. Нельзя допустить, чтобы наши ребята шли сюда. Нужно эвакуироваться отсюда к чертям собачим. Я на это дерьмо не подписывался. Воевать с Бошами, пожалуйста. это какое-то абсолютное безумие. Так точно как там. У вас здесь нет телеграфа или радио. Как же вы это все делаете? Тут как вы координируетесь? Голуби ведь полетят только в одно место, куда они натренированы лететь. Да, сэр, я вам сейчас все покажу. Он начинает двигаться. Я все еще держу его. Окей. Как именно ты его хочешь держать? Я говорю не рыпайся. Убираю нож. Достаю револьвер. Направляю его в затылок. А теперь идите и без шуток. Сэр. Окей. Он двигается периодически, вглядывается назад в твой ствол. Да, я держу револьвер. Он видно, что он невероятно напуган. Он движется в сторону тех комнат, которые вы прошли. Он открывает одну из дверей. Ты видишь, что за той дверью куча кроватей? И он начинает орать. Я стреляю ему в затылок. Я думаю, ты его убиваешь сразу. Что вы хотите делать сейчас, господа? Выбегать отсюда. Окей. Вы выбегаете прямиком из обсерватории. Правильно я понимаю? Вы выбегаете. Вы видите, как с того места, где он заорал, начинают с кровати вскакивать быстро солдаты. Клифф, ты схватил бумаги? Да, я схватил. Бежим! И я думаю, мы просто сломя голову выбегаем из обсерватории. Мы нещаемся туда, где мы оставили лошадей. Окей. Вы выбегаете из обсерватории. Вы видите, как из-за этих дверей вылазят несколько солдат с винтовками. Они почти практически в моментальной боеготовности начинают вас целить. И они не будут вас стрелять. Три солдата в каждого из вас. Первый попадает. Пусть будет по уокеру, можешь уклониться. Ладно. 8, я думаю, тоже попадает. попробовать уклониться. Пусть 12 тоже попадает. не уклониться. Не уклонилась я. Уклонилась. Я проваливаю уклонение. Окей, ты уклонилась. 8, ровно ровно. Окей. Первая пуля попадает тебе в ногу. Ты получаешь 7 урона. Сколько у тебя хитпоинтов сейчас? 7 урона минус 3. 10 хитпоинтов. Еще 10 хитпоинтов? Да. Нифига себе. Ты тебя знаешь, наверное, в какой-то момент подкашивать, но ты борешься с болью и пытаешься убежать. Вторая пуля прилетает по тебе. Это 9-11 урона. В сумме я получаю тогда 8. 8, да. У меня еще 2 хитпоинта остается. Окей. Если вы оглядываетесь вообще? Нет, бежать. Окей, вы бежите, вы раскрываете дверь, вы слышите еще один выстрел в другую сторону от вас и вы слышите, как что-то начинает за вами бежать сзади. Фленеген он тоже пытается бежать за вами и этот шукер, который начался внутри, он взбудоражил всех, кто снаружи из траншеи. Вы видите, как с двух сторон сразу 7 винтовок сейчас направлены в вашу сторону. Что вы хотите делать? Я хочу зажечь коктейль молотова. Я с форган ты можешь выстрелить в сторону и я бросить хочу туда где эти двери откуда мы убежали. Окей, окей. А я хочу файрганом в итальянце, потому что их больше. Окей, в одну из траншей. Окей, стреляем по плане. А ты на метание? Я переброс. У меня 4, 5, 5. Переброс. Т, Т, Т. Не, 15. Из скольки? Из 10. Ну, если у меня там нет плюсов и минусов. Ну, да, я думаю, у тебя нет никаких плюсов и минусов. То есть, даже скорее минус будет за счет того, что они сейчас в укрытии. А ты что делаешь? Ну, у меня нечего противопоставить. Я... Если я выбегаю, по нам начинают стрелять, я пытаюсь просто наверное, кубарем куда-то скатиться в какую-то траншаю. Окей. То есть, типа укрыться хотя бы стрельба минимальна. Они начинают по вам стрелять. А ты забросил? Да, и меня опять где попадал. Окей. Ты забрасываешь вовнутрь этот коктейль молотова. Начинает гореть пол этой обсерватории. Ты видишь, когда ты оглядываешься, ты видишь, как одно из этих существ, которых вы уже встречали, собственно, бежит в вашу сторону. Оно загорается и продолжает дальше бежать. И, собственно, оно будет на тебя бросаться. Окей. И оно попадает. Ладно. Ой. 5, 11 урона. Минус 3. Минус 3. У меня остается остается 2 китпоинта. Окей. В то время начинают расстреливать просто вас. Я думаю, что так как ты укатился, они даже не будут в тебя целить. Двое из них стреляют в Фленагена сразу. Это попадает. Раз. 2. Попадает. 7, 6. Фленаген попробует остаться в сознании и выжить. Вы видите, как в Фленагене просто влетают две пули, и Фленаген в какой-то момент держится просто за стену и начинает сползать по ней. А вспышки из ракетницы она в принципе яркая. Скажем так, она ослепила вторую траншею и там, где четверо сидели и целились, они в какой-то момент ослеплены. Один еще с другой пытается в тебя попасть и он промахивается. Что вы делаете, товарищи? Так, я в траншею. Я пытаюсь ползти по траншею в сторону, знаешь, как бы отсюда свалить. Окей, окей. То есть я пытаюсь ползти по траншею. Она вроде круговая. Ага, то есть мы выбежали, я упал сюда в траншею. Я понял. Я хочу перевалиться через траншею и вниз по склону просто бежать в траву эту. Окей, давай попробуй пробросить на ловкость, чтобы попробовать убежать. и проходит. Окей. Ты вскакиваешь, начинаешь бежать просто куда-то, даже не глядя, не оглядываясь. Ты слышишь, как выстрелы сзади тебя еще проносятся в твою сторону. Вы, ребят, что делаете? Я делаю выстрел еще один в сторону той твари, просто назад и буду бежать вперед. Окей, давай. 17. Да. И бежишь, да? Да. Куда ты бежишь? Ты хочешь пробежать просто между солдатами? Ну да, я предполагала, что я уже по мостику бегу. Окей, хорошо. Давай тогда пробросим, давай ничего не будем, ты просто бежишь. И я хочу, если это склон, я хочу катиться кубарем. Окей. Господин Уокер? Я хочу бежать и просто бежать. Ничего не стрелять. Окей, ты просто бежишь, они пытаются вас достреливать. Ты слышишь, как эта тварь все бежит за тобой по стопам. И попадает по тебе вновь. 11 урона. Все. Попробуй пробросить ХТ. Минус 4, правда. Да, минус 4. За счет того, что у тебя шок. Угу. Сейчас надо его кинуть. Не прохожу. Вы видите, как вы слышите, может быть, даже как Уокер падает и тварь на него сверху начинает чавкать просто ним. Вы бежите. Я попробую по-моему попасть. 10 это попадает. А расстояние? 10 тоже. Как далеко вы смогли бы убежать? Метров 20 может. Заход? Ну, учитывая, что заход у тебя скорость 5. Ну да, 10 метров. 11 у них. Ну да, тогда я против попадаю 6.12. Могу я dodge? Да. Ты можешь dodge делать сколько угодно раз заход. У меня минус 4 за продение перед этим. У тебя шок, нет, у тебя высокий болевой порог. А, да, точно. Да. Но я проваливаю бросок. И второй раз тоже можешь задоджить. Тоже проваливаю бросок. Окей, первый раз тебе приобретать 12 урона. Так, это, учитывая броню, это еще 9. 9, значит, минус 7. Я кидаю на выживание. Так. 5 плюс 5 это 10. Плюс 3 это 13. Учитывая, что у меня высокий болевой порог, у меня нет пенальти. И у меня плюс 3 на кусок, чтобы не вырубиться. То это как раз достаточно. Окей, отлично. Второй раз тебе еще 9 прилетает. Ага. То есть, еще минус 6. Минус 13. Кидаю еще раз. Я все еще в сознании. Окей. Окей. Ты бежишь. Я качусь кубарем. Да, ты катишься. Они пытаются по тебе стрелять. Там трава. У них будет минус 5 на попадании за счет этого. Проваливает. Второй тоже пытается стрелять. И с другой стороны. Я себя сейчас чувствую персонажем Даниэля Дефу из фильма во взвод. Когда он бежит и так падает. Ты слышишь, ты слышишь, как сзади кричат на итальянском «Выпускайте малинья». Господи, только не малинья. Вы слышите, как они, еще несколько человек пытаются вас выстрелить, но выстрелы уже явно стихают понемногу. Еще по одному выстрелу у вас это 10. Это попадает. И, соответственно, по тебе тоже не попадает. По мне не попадает. По тебе попадает, но ты можешь вернуться прочь. Я прохожу. Могу я на самом деле попытаться прикрыть как правило. Если ты вадишься кубарем, ты ничего не можешь делать, кроме того как катиться. Я не прохожу. Сколько урона? Урон. Ой, 16. Это минус 13, да? У меня минус 26. Сколько у тебя максимум хп? 10. Я думаю, ты просто сразу умираешь от такого количества ранений. Просто они пулю в тебя всадили последнюю, ты, наверное, просто валишься, еще некоторое время ползешь по земле по инерции и в какое-то время просто умираешь. Ты бежишь. Я, наверное, уже скатилась у подножья холма. Я уже просто пытаюсь как-то подняться. И знаешь, тот момент, когда тебя ты настолько сильно бежишь, что ты практически под углом к земле, корпус тянет вперед. Я, может быть, даже вижу этих лошадей, которых мы оставили там у каких-то каменистых камней. И я буду нестись к ним, сломя ноги буквально. Давай бросим на ловкость твою, а я попробую пробросить... Что бы я попробовал пробросить? Я тоже пробую бросить на ловкость, чтобы тебя догнать. У меня сложность 10. А, у меня... Если у тебя твоя ловкость... 10... А, если... Так, 3, 2, 3... Ага! Если я пробрасываю, то... Я не пробрасываю. 8! Окей. Ты бежишь, ты скатываешься к этому подножью, в какой-то момент ты запрыгиваешь, наверное, на лошадь. Ты же это хочешь сделать? Да, да, да. Куда ты хочешь скакать? Я хочу скакать просто вверх по реке, обратно в наше расположение. Окей. Чтобы донести хоть какую-то информацию. У меня нет бумаг, но я видел. Я знаю, что я видел. Я точно знаю, что я видел. Окей. Ты скачешь. Ты несешься через этот изуродованный лес сейчас в темноте ночи. В какой-то момент ты добегаешь до реки. Куда ты бежишь? Ты скачешь вдоль реки, просто вниз по течению, да? У тебя должна быть способность марш, по-моему, да? Это же связист. Да. Попробуй ее попросить. Так как ты уже... Это ходьба, да? Ты истощен. Да, окей. А лошадь? Ну, лошадь тоже. Вы оба истощены. Отлично. Так, это 11. Да. Он мне... А, это... Нет. У нас нет перебросов. Да, Витя? Нет. Ты несешься. В какой-то момент тебя начинают просто вырубать уже. Ты... Ты не понимаешь, что происходит вокруг. Где-то впереди ты видишь свет. Это, скорее всего, траншеи. И, скорее всего, не твои. Ой-ой. Ну, ладно. Я, на самом деле, если я в таком состоянии... Черт его побери, что за эту ночь произошло. Я... Ты куда? Вы мертвы? Да, я понимаю. Это тот момент, когда, знаешь, лошадь уже плетется, и может быть, даже сам... Уже и ты плетешься. Я просто вешу на этой лошади. Я не разбираю, где, куда. Давай я... Я хочу попробовать сориентироваться, типа, на знание местности. Я хочу понять, где, черт возьми, могут быть наши, куда мне деваться, что я, где я. У тебя есть знание местности? Да. Окей, давай, знание местности, просто знание местности, без помех, без ничего. Аааа! Крит фейл! Уф. Все, что ты знаешь, это то что они вниз что 4 переброса так все хорошо это сколько это 9 из 14 да ты скажешь ты понимаешь что свои это будут вниз по реке просто они стоят прямо на реке напротив буквально в метрах 500 от позиции врага сейчас через реку пересечь реку нет река проходит через траншеи но не через траншеи а через позиции секунду я топографический картин куда мне александр помогите хорошо объясни мне вот река река грубо говоря река течет вот так вот тут позиция и тут позиция другая хорошо мне нужно течь по реке но в какой-то момент остановиться где я где-то вот тут вот сейчас здесь раньше тебе надо будет пересечь вражеские позиции и свои позиции через реку пути тогда я полагаю я просто может быть сваливаю река течет туда к ним или она туда тут был к ним туда вниз в таком случае я наверное просто сваливаешь спененные лошади просто ползу по этому илистому берегу залажу внутрь этой реки и наверное уже просто течение меня несет как тело туда и я буду просто пытаться за что-то в какой-то момент уцепиться когда я плавник за коряга окей ты хочешь на этой коряги пересечь позиции врага я думаю я я просто течет парке в какой-то момент уцеплюсь просто за попытаюсь уцепиться за какие-то камни коряги которые возле нашей позиции скажем так ты можешь пробовать притвориться трупом давай это будет твой не знаю сначала давай пробросим сначала даже не так есть маскировка на самом деле она может притворить а нам и я бы я ну например мне кажется что проще всего было бы прокинуть х то что то что-то н R2 надо смотреть хуже тогда парит encontra дifferители мы не забавaque это такоеague то having ф Вас только Taco внутриvo и В επιактирования а если именно будут 4 так у меня есть бесстрашие оно мне дает что-то или или там не дает трудно тоже не дает и высокий болевой порог тоже не дает высокий болевой порог может помочь на самом деле дабы так твой высокий болевой болевой порог будет нивелировать сложность которая у тебя будет на то что вы это короче так 13 из 11 проваливаю у меня есть два переброса провал еще один еще один простите извините я очень хочу выжить ладно я потеряла куб но ты плывешь по на этой коряге ты притворяешься мертвым ты проплываешь позицию врага даже какой-то момент коряга просто упирается в гору в какую-то дамбу построенную из дерева камней трупов которые уже раздутые просто вот всего что здесь происходит ты практически уже вырубаешься ты еле перетягиваешь ноги но ты все еще жив пока что наверное знаешь здесь эта гора трупов и я просто ползу по ним потому что я знаю что там наверху наверное наше расположение просто по всем этим телам тут знаешь это тот момент которая память наверняка захочет захочет заблокировать навсегда забыть просто как страшный сон это ты забираешься по по горам мертвецов ты взбираешься залазишь на эту дамбу какой-то момент ты знаешь ты чувствуешь как тела просто продавливаются у тебя в руках как ты как будто в песок засовываешь свои руки ты взбираешься на эту гору ты видишь как ты стоишь просто посреди ничейной земли между своими и чужими и британский снайпер делает выстрел наверное я не знаю делает ли выстрел но я падаю падаешь куда 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 на землю для того чтобы ползти ну или выстрел выстрел по тебе проедет правда с другой стороны не с британской это 10 у него 14 ну скажем так у него очень далеко поэтому 15 будет сложности ты слышишь просто пуля возле уха пролетает я наверное сразу же просто падаю и ползу 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 ты ползу уже уже наверное кажется он собрал себе уже один ноготь то есть разодрал просто об какие-то мелкие камни полностью предплечье часть одежды и он пробирается через грязюку да и всеми этими ранами ты залазишь в эту ржавую воду ты трогаешь ты проваливаешься в трупов каждую рану если ты выживешь то скорее всего ты останешься без всех своих конечностей ты проползаешь какой-то момент ты видишь колючку с брит британцев уже или итальянцев кто бы там ни был что ты ты ползешь дальше ты пробираешься через эту колючку ты видишь как кто-то кричит на британском стой я замираю ты слышишь как затвора винтовки дергается я поднимаю руку вопрос к знатокам военного дела что обычно делать в таких ситуациях белый платочек белый платочек или пароль хорошо тогда я кричу пароль какой у нас там молния у них не но на самом деле самый простой был это типа когда на линии фронта говорили какое-то число то есть какое-то число там 50 тебе в ответ тебе например кричат 30 ты должен назвать в ответ число которое в сумме даст 50 типа 30 20 17 23 типа это 33 тогда тогда я кричу просто что есть мочи наверное из-за из-за того что я ледяная я так понимаю река голос на самом деле это тебе должны были бы крикнуть 10 40 40 ползи давай переползаю наверное даже просто заваливаюсь на эти доски выбивает дыхание из меня слышь как возле над тобой стоит сержант ты не знаешь кто это он спрашивает откуда ты 7 пехотная дивизия 22 бригада 2 королевский полк дезертировал нет нет я дезертирую операция прошла выжил только я собственно в конце 1917 года итальянцы смогли все-таки вместе с союзными своими союзниками прорвать точнее в 1918 уже прорвать фронт на котором они дрались практически три года безрезультатно а в конце 1917 года практически все правительство в том числе и генерал итальянской армии сверглись своего поста ушли в отставку и понесли понесли ли события которые случились в нашей истории какие-то последствия в этой в этом историческом факте мы наверное так никогда и не узнаем и на этом мы собственно закончим пять минут ребята мы сейчас вернемся зачитаем донат пообсуждаем что у нас произошло на игре и вернемся всем спасибо кто был с нами так долго пять минут и мы вернемся мы снова вернулись да мы вернулись на наше обсуждение нашей игры собственно и сейчас я расскажу кто пытался вам помочь ну и собственно помог на самом деле кристалл блэк прислала нам тысячу рублей сотворите свою собственную историю как вы умеете кристалл блэк снова скинул тысячу рублей он написал отыгрыш костей вам love спасибо кристалл блэк после этого алина нарва скинула тысячу рублей и прислал нам смайлик спасибо спасибо рейнбоу боу в конце игры спас собственно как вуд джонатан совух вуд связи своими своими четырьмя тысячами рублей прислал нам три точки спасибо рейнбоу боу и рейнбоу боу прислал еще 3000 спасибо большое спасибо спасибо что ребята как вам игра возможно эти три тысячи спасут джонатана от смерти но не от гангрены пенициллин уже существовал тогда может быть и от гангрены спасибо я хотел поиграть огнеметчиками поиграл я хотел поиграть конченым лейтенантом я им поиграл и хорошими хорошим парнем и хорошим парнем келли хотел поиграть я им тоже поиграл я не знала кем я хочу поиграть но в этой игре я выжила и это удивительно одна из немногих игр где-то выживаешь собственно спасибо тебе за такую возможность мне мне вот мне очень запомнился момент в игре когда когда огнеметчик выходит достает этот и я помню этот момент и огонь от отражается у него в очках это было настолько классный офигенный момент фух я и этот конфликт с и нам там блин это классно я такой зеленый это мой любимый момент я вас я вас байтил на то что вы меня завалили прикладом по голове отряснули три раза подряд на самом деле я просто так себе и прикидывала знаешь когда у солдата он не понимает уже что происходит он в какой-то момент чисто случайно это делает даже не классно классно я на самом деле тоже очень сильно ждал этого момента когда ты наведешь просто ствол на лейтенанта прикольно что у нас нам не пришлось этим мы доиграли своими основными персонажами не про не пришлось фленигана использовать но он умер тоже а у лейтенанта монгомери дома ждала невеста и все чего он хотел это вернуться живым до этого он боялся боялся всего потому что каждый день думал что этот день может стать последним в итоге погиб от рук собственных солдат лейтенант монгомери был тюфяком но у меня у меня такое ощущение что как думаешь если бы он вернулся его бы под трибунал нет у него богатый отец был скорее бы все его из его отряду скорее бы весь отряд ушел под трибунал а клиффи лоид были просто добровольцы возможно им было только 16 лет до пошел за братом на фронт ну это кстати ричард который этот вот он был добровольцем и он один из тех идет он почему такой мелкий он пришел ему 14 вам сколько лет 14 выйди и зайди нормально сколько тебе лет девятнадцать а келли а келли он был хорошим парнем который которого призвали в армию еще в еще в наверно 916 он успел побывать в аргонском лесу потом перед его перекинули в италию он очень любил петь он очень любил петь и кстати в окопных окопных налетчиков его он попал добровольцем случайно тут точнее как его то есть волонтером короче пошел он не знал на что он подписывался а потом несмотря на то что каждый раз когда ты заходишь во вражеские окопы ты сталкиваешься с настоящим ужасом более кровью и смертью какой-то момент ты не можешь уже без этого жить поэтому каждую ночь он засыпал с открытыми глазами переживая те ужасы которые он видит каждый раз когда заходит во вражеские окопы он был хорошим парнем наверное лучшим среди плохих ребят я думаю на этом мы и закончим мы пойдем спать всем спасибо кто был с нами так долго и до встречи на наших новых стримах пока 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 пока